Давайте, подходите, посмотрите, это же отличное предложение. Перед закрытием я отдам вам товар по самой низкой цене. Японская свинина, их всего 135 йен за 100 грамм. О, для вас это дорого? Тогда 115 йен. Как насчет такой цены? Автобус идет до остановки Энахана. Ладно, мне пора закрываться, я не могу долго хранить это мясо. Как насчет 95 йен за 100 грамм? Эй, чем я могу служить? Насчет 95 йен. Это случайно налог? О, мясо, мясо! Послушай, Ния, ты нахлебница. Ты только делаешь, что ешь то, что приносят другие. А? А как насчет мяса? Я купил эту свинину, когда возвращался из школы. Когда мясник у остановки стал закрываться, я специально ждала и дождалась самой низкой цены. Но это не значит, что ты должна сама съесть всю свинину. Ну, безработные неполноценные инопланетянки вряд ли могут рассчитывать на мясо. Ты сказала, неполноценные? А что, разве не так? Расистка! Как ты смеешь оставлять чувство эмоциональной гордости нахлебницян? Дай мне мясо! Гордость? Твоя гордость такая же дешевая, как это мясо. Мясо! Газ кончился. Ха, не беспокойся. Взгляни-ка. У меня есть запасный баллон, как раз на такой случай. Нет, это же... Он выглядит несколько странно, но сейчас это не важно. Давай сюда. Так просто я тебе его не отдам. Я сменяю его на одну треть всего мяса. Я... Похоже, у меня нет выбора. Да, мясо, мясо. Давай же, давай же, включай быстрее. Ладно, ладно. Я так и знал он. Ладно, ладно. Это лето, как и всегда, очень жарко. Я поступил в вечернюю школу, когда появилась в ней. Странная наполнителька, живущая в шкафу моей комнаты. Я не знаю, почему ты наполнителька положить у меня. Особенно сейчас, когда в Японии появилось так много людьми тян. Но ничего не изменилось. Никого это больше не волнует. Как только мы переставим чему-то удивляться, она становится таким обычным. На следующий год ты уже пойдешь в начальную школу. Я уже большая девочка? Да, конечно. Ты уже совсем взрослая. Что бы ты хотела получить в подарок? Ну, Майю хочет. Майюка хотела бы. Ну, Майюка. Майюка. Так вот, да. Доброе утро, Майо. Сегодня такой хороший день. Все же у него хорошего. Не прекрати там скакать. Уже потолок усыпается. Я так хотел есть, что проснулась. Давай завтракать. И побыстрее. Мне я этим утром хотел бы белого риса. У меня нету риса для пельменица. Да у тебя вообще риса нет. В такие дождливые дни не всегда снятся странные сны. Но даже во сне я не могу вспомнить лицо своего отца. Доброе утро. Доброе. До скорого. Осторожней, Майо, не поскользнись. Хорошо. Какая хорошая девочка. Спасибо, что подписались. Вам спасибо. Мои газеты. Как плохо. Я опять проспала. Не, я же просил меня разбудить. В меня уже больше не влезет. Эй! Что тебе надо? Унеслись такая вкусная еда. И у тебя опять проспала. Я могу опоздать в вечернюю школу. А, Майо, это просто ужасно. В холодильнике только соевый соус и чай излеч меня. Не хлебом единым, тот человек. Кто бы говорил, у тебя и хлеба-то нет. После этого сна мне еще сильнее хочется есть. Да неужели? Тогда может тебе еще поспать? Кажется, зонтик мне сегодня не понадобится. Эй, ты как насчет завтрака? Хватит думать только о еде. Опять ты собрала ему ло из всякого хлама. Мне она тут ни к чему. Убери его к моему приходу. От тебя одни проблемы. О, нет. Дай мне поесть. Доброе утро, Ешио Касан. Доброе утро. Я иду в школу записаться на летние каникулы. Ешианин, давай как-нибудь сидим нашего кота. Подожди, Майо. Доброе утро. А вот и кот. Прежде чем пойдешь в твою школу, дай мне что-нибудь поесть. Отстань. Почему бы тебе не поискать объекты возле домов других людей? Ну это же не вкусно. А мы лучше вас, потому что у нас нету этой маленькой глупой антенны. Эти седьмые такие никчемные. Так моя мама говорит. Я сейчас, сейчас. Ух ты. Мой завтрак. Плохая Майока. 60 тысяч чекен за летние занятия. Плюс проездные на пригородный поезд и билеты на автобус. Почти ничего не остается. Только на еду и хватит. А я-то думал, смогу купить тофу. Одно расстройство. Пожалуйста, будьте осторожны. В платформе номер один прибывает поезд. Пожалуйста, оставайтесь за белой линией. Передойте. Вот, пожалуйста. Спасибо. Извини. Но я тебя не помню. Я не очень-то общалась со студентами. А, не беспокойся. Ничего, что я с тобой вот так заговорила? Нет, нет, все в порядке. Да? Вот и хорошо. Между прочим, мы в классе часто говорим о тебе. Что? И о чем вы говорите? О том, что ты постоянно не высыпаешься, но всегда попадаешь в число лучших на предварительных экзаменах в Токио. Ты, наверное, очень умная. Кто, я? Я уверена, ты запросто сможешь поступить в университет. Ты же поступаешь в университет и учишься в вечерней школе одновременно? Нет. Я еще работаю. Ух ты! У тебя на это хватает времени? Круто! Это не совсем так. Что-то сегодня жарковато. Пойдем, передохнем где-нибудь. У меня есть 850 йен, минус билетный автобус. Хватит на один стаканчик. Что случилось? О, ничего. Тогда пошли. Я знаю хорошее местечко возле вокзала. Ну, я... я пойду. Вот и договорились. Я пойду заберу свои учебники. Подожди меня здесь, ладно? Я скоро. Чияки Каматсу? Она ведет себя так естественно. Мне нужно узнать, как вести себя среди них в Токио. А? Похоже, в этом городе из-за смога появились огромные мутанты. Сверчки. Ну вот, возле этой школы ничего толком и нет. А я задумал найти здесь какие-нибудь полезные вещи. Не! О, Майо. Что ты здесь делаешь? Я просто собираюсь всякие полезные вещи, которые потом смогу продать. Да никто не купит такой мусор. Иди домой. Почему? Я могу делать, что хочу. Ах ты! Нет, что ты делаешь? Я сказала, домой. Извини, что заставила ждать. А? А кто это, твой друг? Нет, это никто. О, правда? Ну ладно, так мы идем сегодня, я угощаю. Угощаю? Угощение! Это же не честно, Майо. Оставлять меня здесь, когда сама идешь, есть что-то вкусное. А, ну я... Это она, твой друг? Она живет со мной на всем готовом. Как дуро, мне сегодня просто везет. Я подружилась с самой умной студенткой в школе. И встретилась с Анпунетянкой, которая живет в зоне кратера. Эй, так вы живете вместе? Мы не живем вместе. Это она живет в моем шкафу. Нет уж, нет уж. Я первая там поселилась. Это Майя, нахлебница. Я так тебе завидую, жить вместе с настоящим инопланетянином. Мне даже трудно это представить. Нужно немедленно это записать. Что? Чиаки? Ключ к раскрутке своего веб-сайта, это постоянное его обновление. Извините за задержку. Два чая со льдом. И самое большое фруктовое мороженое. Невероятно. Майюка, сколько же лет прошло с тех пор, когда я ела что-нибудь такое? Что, что ты такое говоришь? Я же только вчера давал тебе десерт после обеда. Угощайтесь. Спасибо. Она тоже инопланетянка? Наверное. Сразу не поймешь. Они так сильно похожи на людей. Мой папа рассказывал, что токио выглядит точно так же, когда прибыли пришельцы. Правда, точно я не знаю, ведь я тогда еще не родилась, но я так слышала. В любом случае, ничего интересного нет. Я хотел бы посмотреть на что-нибудь такое, на большой новой, упавшей на землю. Я хотел бы узнать что-нибудь захватывающее. А, НЛО. Ты можешь посмотреть на него в любое время. Что? И у вас лично видно с нашей крыши. Здоровенная штука. Здоровенная? Может быть, может быть это главный корабль? Может быть. Ты шутишь? Серьезно? Чаки, что такое главный корабль? Ты не знаешь? Это корабль, который много лет назад оставил пришельцев на землю. Никто ничего толстого о нем и не знает. Это было очень большое НЛО. Почти забытое. Со временными миграциями на планете на землю. И люди называют его главный корабль. Ну, что скажешь? Похоже. Эй, если мы пойдем прямо сейчас, мы увидим его. Возьмите меня с собой, правда? Чаки. Ну, я даже и не знаю. Может, перед этим стоит еще немного подкрепиться? Послушай, ты. Принесите ей пису, самую большую. Принесите ей все, что она захочет. Извини. Но в зоне кратера совсем не интересно. Даже опасно. Да, все в порядке. Я еще хочу посмотреть, где вы живете. Правда? Я бы не хотел, чтобы она это видела. Еще много разных моделей. У нас есть в гараже. Ого, да ты прям эксперт. Лично я могу сделать его в любое время. Если я его сделаю, ты купишь? Куплю, куплю. Если ты изготовишь что-нибудь необычное, я обязательно это куплю. Договорились. Майо, ты что не рада? Мы сможем купить много белого риса. По мне так просто здорово. Делай что хочешь. Я здесь снимаю комнату. О, да это общественная баня. Здорово. Хочешь взглянуть на мою комнату? Ага. Какая классная архитектура. Одно время моя семья владела этим местом, но теперь уже нет. А почему? Мой отец умер, а остальные родственники уехали из страны. Но это было очень давно, так что я почти ничего и не помню. А это что? Какие-то старые царапины. Это что за отметки? Я не знаю, моя комната здесь. Хорошо. Вот это моя. Подожди секундочку, ладно? Мне довольно скромно, надеюсь ты не против. Всем привет. Это старая комната. Но стиль хороший. Сейчас это редкость, комната в японском стиле. Правда? Вот уж волна. А куда делась Ния? Эй! Сегодня твое НЛО не очень хорошо видно. Наверное, это из-за утреннего тумана. Главное, корабль, доставивший пришествия, и так близко. Я хочу увидеть тебя поближе. Я должна увидеть НЛО. Я не знаю как. Ну ладно. Если ты этого так хочешь, я покажу его тебе. Что? Что ты задумала? Сверху его будет видно гораздо лучше. Надо поспешить. Ния! Сверху? НЛО! НЛО! Эй, погоди! Ух ты! Прекрати! Наша крыша! Извините за задержку. Тебя подвести? Да, ну вот. Эй, а на чем она работает? Что-нибудь вроде антигравитации? Креп! Какая-то другая танитационная энергия? Поразительная! А теперь вперед, к главному кораблю! До встречи! Чаки! Чаки! Как ты, Чаки? Все в порядке, подожди секунду. Надо записать это прямо сейчас. Ох, просто здорово! Как плохо! что же тут произошло что ты сделал мне очень жаль простите меня за этот взрыв как вы думаете меня теперь выгонят я попрошу котами-сан не наказывать тебя слишком сильно и я на время за делу эту дыру большое спасибо пока почему бы тебе девушка не ходить в баню хорошо о мою у тебя такая красивая кожа правда странного из моего ровесники плохое питание ой за что меня так малью извини что из-за меня ты попал в эту телевизор все порядка я покаталась на него это было просто здорово я могу как-нибудь вам еще зайти конечно захочешь еще покататься заходи в любое время еще раз такой выкинь и устрою веселую жизнь бедная тяжелая жизнь вместе не нанесенным ни на одну карту а тут еще не взорвало крышу что же со мной будет я так беспокоюсь пожалуйста пожалуйста пусть все будет хорошо все будет хорошо Продолжение следует... 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 ой завтракать мы будем после того как закончим нашу работу я голодная я очень голодная и шокоса сегодня просто полный связь Довольно загадочный пейзаж, не находите? Может быть, но я на него уже насмотрелся. Это место так выйдет уже лет 20. Да ладно вам. Ну так где здесь нет? Давайте быстренько ее умукнем и приступим к завтраку. О чем это ты? Ты же у нас проводник. Что? Я не знаю, где ты нет. Я только слышал разные разговоры о ней. Что? Наверное, это неподалеку от тех домов. Давайте пойдем и проспросим для служителей. Давай, спроси их. Чего? Ну ладно. Только ради завтрака. Эй! Привет, глупые детишки. Вы знаете, где тут у вас водится? Это нефть. Нефть? Я не знаю. Эй, ты у этой старушки нет антенны. Ага, точно. Безантенна. Эй, эй, бабуля. Почему у тебя нет антенны? Ведь ты же инопланетянка. Это очень странно. Так смешно выглядит. Ответный удар. Круши, круши, круши. Глупая, глупая, безантенная. Вот тебе, получи. Черт. Гадкая милюзга. Сама напросилась. Эй, ребята. Говорят, вы езжете нефть? Да. Я слышал, это где-то там, наверху. Листа где-то нефть уступает на поверхность. Надеюсь, с ними все в порядке. Это просто джунгли какие-то. Ладно, попробуем пройти здесь. Ага. Эй, Вишинен, может, сделаем перерыв и позатракаем? Еще рано. Только что недавно сделала Лариса печенье. Ну и что? Дождь пошел. Мужкие часы? И такие старые? Я и подумать не могла, что в зоне кратера есть такие места. Я пришел сюда для того, чтобы проверить. Надеялись, что-нибудь использовать в качестве топлива. Чего-нибудь используя в качестве топлива? О, вы так серьезно отвестись к работе? Ну, я работаю в бане нахаду уже давно. Я не хочу, чтобы Катуми сам лишний раз тревожился и состояние бани. Да ладно, я знаю, что Вишинен просто влюблен в Катуми. Что? Я? Я влюблен в Катуми сам? Не смейся мне так шутить. Я всего лишь рабочий, простой кочигар. И у меня никогда не было таких поздравительных выслей. Да ладно тебе, не надо скромничать, ты же от меня без ума. Зачем уже стесняться? Прекрати, Ния. Ой. Эй, Ния, прекрати издеваться надо мной. Как ты покраснел? Покраснел, не вернется. Правда, Маю? Что случилось? Где Маю-ка? Что делаешь, Маю? Как ты думаешь? Быстрее, помоги мне. Маю-ка. Чего-ка сам? Сейчас, сейчас я спасу тебя. А тут опять холодная лапша. Уже скоро будет готово. С тобой все в порядке? Да, да, большое вам спасибо. Вот и слава богу. Правда, когда я сюда последний раз приходил, со мной случилось то же самое. Тут нужно быть очень осторожным. Что? А вы не могли это сказать немного пораньше? Ну, в любом случае, я рад, что ты не пострадала. Приступим. Надеюсь, они уже позавтракали. Лишинен, завтрак. Еще рано. Интересно, где же кто-то нефть? Наверное, не так просто будет где найти. Я не знал, что здесь есть озеро. Свежий воздух. Не важно, свежий он или нет, животе от этого вполне не станет. Дайте мне завтрак, завтрак. Эй, не види себя как свинья. Как найдем нет, так и поедим. Не, я голодная, голодная. Я есть хочу. Завтрак, завтрак. Не, черт, опять ты. Тупица. Вот теперь и мою кончила. Завтрак, эй. Дайте мне мой завтрак. Хватит. Вот тебе, Шинен. Успокойтесь, дамы. Может, позавтракаем? Что? Завтрак? Наконец-то. Завтрак, завтрак. Да, ты ближу просто в восторге. Мешок, Асан. Ваша рука, рука. Ваша рука горит. Моя рука. Горячо, горячо. Так это озеро и есть, нет? Нет, нет, только не это. Это озеро, оно же есть место. Вы же горите. Как же все. Горячо, горячо. Вот так. Подумать только, целое озеро нефти. Правда, я не понимаю, почему совершенно нет никакого запаха. Так, значит, маленькая нефть вас всех сосла. Хе-хе. И поэтому все завтраки будут моими. Знаешь, за тебя какой-то странный, но очень знакомый силуэт. Это же... Это же... Завтрак. Завтрак от Котоми. Котоми-сан, ноу-бенту. Ах ты, наш завтрак. Завтрак. Нии, Ишиоко-сан. Ну что, получил? Сожрать наши завтраки. Сделанные руками Котоми, а? Это какой запах? возвращение очень хорошо поработали да мы нашли эту нет надеюсь ее можно использовать как топлива дешевка сразу же побежал в котельную чтобы это проверить он сегодня просто ползал просто нравится сжигать загадочная нефть и таинственные гигантские растения смешанные вместе дают изумительный аромат предосходную температуру нагрева воды много чего я жёг на своем веку но чтоб такое это же просто отлично вот как ты сволочь а какой аромат согласен как это необычно для вас устроить такую особенную баню пойдем пойдем быстрее космическую баню ладно ладно котоми-сан как у нас дела кажется все просто в восторге от нашей бани правда так это же хорошо космическая баня анаханы пользуется большим успехом у нас получилось еще увидимся сегодня у меня деловая встреча 7 часов так что мне пора спасибо вам за все когда выглядит такой счастливый я это вы просто влюблена в эту баню что это Что это? Маюха, что случилось? На помощь! Это же... М... Маюха! Вперёд с решенем! Да! О! О! бурин дадут за зубы что выбрать все это залить долги ух ты небо небо вы хоть что-то осталось от этой космической бане не так ли всегда хорошо начинал не так жаль это не твоя вина так что не переживай но я совсем забыла мне давно пора бежать готовим сам до скорого идея ксмической бане провалилась в котором сам по-прежнему не унывает она будет работать не покладая рук она будет держать баню на хана от разорения она просто удивительная если у меня какая-нибудь цель ради которой я стала бы также упорно работать честно мою вы такой жадный это же я поймал эту обезьяну что-то провалилась что чертовщина я снится день на я пора идти работать Доброе утро. Намасуте? О, намаште. В чем дело, Маю? Еще же так рано, зачем так орать? Может запор? Нет, нет. Там извращенец. У нас за в дереве извращенец. Что значит извращенец? Вяженный тип в тюрбане. Вяженный тип в тюрбане? Вяженный тип в тюрбане? Вяженный тип в тюрбане? А, тут это, наверное, сборщик вклад из-за электричества. Не наговаривай на электрическую компанию. Это совсем не то. Это извращенец. Это черт, это извращенец. Какого черта ему вообще тут надо? Может он вооружен? Возьмем-ка бейсбольную биту. Хотя лучше было бы прихватить парочку ракет. Да откуда у него оружие? Но... Эй, электрик! Майю простая бедная студентка. У нее даже мебели-то нет, не говоря уже о домашней электронике. Я же сказала, это не электрик. Ну хорошо, вперед, Майю! Я не точню вам вреда. Но вы увидите, не так удозрительно. Полиция? Нет, мисс, вы меня неправильно поняли. Что сами? Я же вам ничего не сделал. Извращенец. Нет, я не извращенец. Я торговец рисом. Просто торговец рисом. Не верю. На помощь, здесь извращенец. А, да это Чада. О, Ния. Что? Вы знакомы? Встреча инопланетян. Все инопланетяне на Ахаде соберутся на эту торжественную встречу. А зачем ты принес вот это? О, хороший вопрос. Сейчас я вам покажу. М-7. Мы только что открылись в районе кратера Энаханы. Свежие продукты и честные кассиры. Хороший удобный магазин. Все согласно законодательству. А я менеджер в Чада. Звучит очень подозрительно. В честь нашего открытия, вот вам талон на бесплатный замок. О, какой милый магазинчик. Не жадничай, Майю. Ты опять хочешь забрать всю еду себе? Это не для тебя, Нья. Встреча с инопланетянами будет на втором этаже моего магазина. Сегодня в 12.00. Что? Ты что, хочешь, чтобы я пошла? Конечно. Все пришельцы, родные братья. А я и не знал, что ты ходишь на эти встречи. Ну, я иногда хожу, иногда нет. Мне это не очень интересно. А та полная дедка тоже придет, верно? О, разумеется, карна тоже там будет. Я еще подумаю. Как инопланетянин, живущий на этой земле, то есть просто обязан прийти. Нет, я никуда не пойду. Пожалуйста, не надо упрямиться. Каждому, кто придет на нашу встречу, будет предложен бесплатный завтрак. Ну, может, я и приду. Конечно, приходи. Ладно. Прошу простить меня за причиненное неудобство. Люди могут принять вас за извращенца, потому что вы носите такой похабный костюм. Что, меня? Но я же так усердно изучал японскую культуру. Эй, девушка, у вас отличные титики. Вот это я и называю похабный. Похабный? Сказать, у вас отличные титики, это похабство. Я чуть было не наговорил лишнего. Спасибо. Сегодня я узнал много нового. Ну, по крайней мере, он весьма приверженный иностранец. Вот еще. Встреча пришельцев. Не было печали. Ну, почему ты не хочешь сходить? Получишь бесплатный завтрак. О, нет, я опаздываю на работу. Пойду я еще вздремну. Извините, я опоздала. До скорого. Эй, Маюка. Да-да, я буду осторожна. Маюка, такая хорошая девушка. Кому-то она будет хорошей женой. Ваши газеты. О, Маю, доброе утро. Просто какой-то кошмар. Полагаю, перестройка в этом городе так ничем и не закончится. Эй, как дела? Чего новенького на земле этим утром? Для начала послушаем-ка музыку. Это утренняя радиоволна с самыми последними хитами, включая «На моем пути». Доброе утро, Ешо-ка-сан. Ты уже заканчиваешь? Эй, Мака. Ма-кура, сан-даи. Да-да. Эх. Эх-эх. Эх-эх. Ти-ки! А! Ва! Ти-ки! Субтитры делал DimaTorzok Особус отправляется Зона проживания пришельцев Я уже стал элитным инопланетянином пятого класса Если бы только журналисты узнали, что я приехал в Накану У меня прямо приступ к ностальгии Эй, Майю! А, Чиаки! Спасибо тебе за тот раз Эй, у тебя есть немного времени? Да? Вот, смотри Это снимки, которые я сделал А, главный корабль? Я под таким впечатлением, что видел главный корабль так близко Я могу к вам зайти еще разок? В следующий раз, когда не будет тумана, я хочу его получше рассмотреть Конечно Ну, что в этом такого удивительного? Это же просто поразительный Он выглядит разбитым, но... Это же главный корабль, давным-давно доставивший инопланетян на землю Это все равно, что родина всех инопланетян, которые к нам прибыли От одного только сознания, что я могу увидеть трещавшие вещи так близко Я просто легкорадец и волненник Да? Заметно Между прочим, как там дела у нее? У нее все хорошо? У нее? Она в прежнем живет у меня как таракан, главным образом, да? Пожалуй, дай мне знать, когда она снова построит летающую тарелку Я обязательно пришлю посмотреть А, ладно Ну, ладно Ну а теперь, 53-я встреча инопланетян Энохана объявляется открытой. Сначала посмотрите, что я приготовил для каждого из вас. Это одно из главных блюд моего прекрасного магазина. Кима кэри по-энохански. Можете приступать к дегустации, пожалуйста, не стесняйтесь. Какой необычный вкус и подчеркивающий его странный аромат. Слышите, вы все! Вы что, все? Вы образили себя гурманами как дегустатора в середине, и нечего жевать эта странная кэри с таким довольным видом. О, Карна, успокойтесь, успокойтесь. Что значит успокойтесь? Встреча инопланетян – это не дегустация меню вашего подозрительного магазина. А что? Встреча инопланетян Энахане всегда служила для обмена мнениями, как поднять уровень признания инопланетян и добиться улучшения социального статуса тех из нас, кто проживает в зоне кратера. Так почему вместо этого мы должны пробовать вашу засохшую кэри? Но, никаких но. К тому же, почему есть только вот эти инопланетяне? Неужели нельзя было пригласить кого-нибудь получше? Почему на встречи прихожу только я и вот эти инопланетные личности? Воды! Этим болванам уже нет никакого дела до повышения социального инопланетян. Да кто они вообще такие? Какой-то гавайский фетишист, сия и, наконец, заплеснилый шаман. Ну и, конечно, фальшивый индус! О, намажьте! Заткнись! Я вижу только темнокожего иностранца, который напялил тюрман на голову, чтобы выглядеть эксцентричным. Я уверен, что ты и в Индии-то никогда не был. Скорее всего, ты купил этот тюрман в ближайшем универсаме? Возле железнодорожной кассы. Ну что, интернациональное сборище идиотов? Мировое собрание дебилов и придурков? Тогда что тут делает Карна, представитель из Китая? Я не имею с вами ничего общего. Взгляните на мою сверхмощную антенну. Я могу ловить передачи через океан. Из-за самого Пекина. Я намного выше ваш, фальшивых инопланетян. За помех инохана временно исключена из зоны трансляции. Связь с Китаем прервана. Спасибо за внимание. Похоже, ее отключили. Это плохо. Так что будем делать? Сделаем вид, что не заметили. В любом случае, мы должны приложить все усилия, чтобы добиться для инопланетян общественного признания. Именно это цель встречи инопланетян-эноханы. А это еще одно блюдо моего магазина, его желательно употреблять после кэри. А ну, слушай меня! А? Ну ладно, вот и я. Где мой завтрак? Завтрак! О нет, она здесь. Это безантенная. Кыш, кыш. В чем дело-то? Я здесь, потому что меня пригласили. Кто тебя не приглашал? Ты ленивая, неполноценная инопланетянка. Из-за таких безработных бездельников, как ты, наш социальный статус никогда не повысится. Что ты сказала? Это именно из-за таких, как ты. На мирных безработных инопланетян люди смотрят, как на врагов. Ну же. Дамы, успокойтесь, давайте поедим кэри. Кэри. Ура! Кэри, Кэри. Осторожно. Еле поймала. Если бы не завтракали на этих встречах, вообще ничего было бы делать. Так вот ты зачем сюда пришла. Твоя жадность сильно портит общественное мнение о нас. Именно благодаря тебе нас всех считают голодранцами и зенофанами. Ты просто сверх неполноценная по сравнению с нормальными инопланетянами. Гадость какая. Давай еще. О, какой хороший объектив. Я сказал, услышать меня. Интересно, почему здесь? О, я наелась. Что ты все съела? Могла бы и нам что-нибудь оставить. А что? Ты же сама сказала, что не хочешь, поэтому я все и съела. Я не говорила, что не хочу. Минуточку, минуточку. Я полагал, что еды может не хватить, так что сделал Кэри запасом. О боже, и мы это ели. Мне что-то нехорошо. Воды. Если ты настаиваешь, я пожалуй не отхожусь. Какая двуличность, разве ты только что не говорил, что ничего не хочешь? Чего? Ты безантанная? Да как ты смеешь так говорить? Нашла чем гордиться. Ты всегда такая ненормальная, потому что твоя антенна ловит всякую парабарщину. Именно так. И ты не завидуешь. Я элитный инопланетянка с рождения, к тому же я очень красивая. А еще у меня отличные умы, сверхночные антенны. Ты просто завидуешь мне? Нужен мне очень твой леденец на палочке. Ты... Смешка вот эта. И ты тоже. Извините, я опоздал. Берегись. Ох... Ох, я ждал вас, господин Жероним Мохонга. Как самый элитный инопланетянин из зоны кратера Энаханы. Пожалуйста, дайте нам совет, как улучшить наш социальный статус. Да. Попробуйте, Кэрри Кумара. Мам! 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 В следующей встрече мы добьёмся для инопланетян Энаханы признания и более высокого социального статуса. Да ты только и мечтаешь, как бы переехать в город и жить в квартире. Лучше не пробуй, для тебя же будет лучше. Что ты сказала, безантенная? На башке с леденцом на палочке лучше помолчать. Не смей так говорить. Леденец на палочке. Что же это? Это что, джакузи? Как мило. Нет, у меня газы. Я не знаю, как проходили другие встречи инопланетян Энаханы. Но это превратилось в сущий кошмар. Но не было до этого никакого дела, и она веселилась как всегда. Не знаю, что ей сказать. Они назвали неё неполноценной седьмой. Потому что у неё нет антенны, хотя она инопланетянка. Но похоже, это её не очень волнует. Хотя я совсем не разбираюсь с инопланетянами. И инопланетянами, и инопланетянами, и инопланетянами. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу китайские мильники. Отлично, принесите мне лучший говяжий пикстроганов по-китайски. Самый большой тофу с абрикосом и гумное мороженое с фаблями. Самое большое. Как вам будет угодно. Как же я устала. Я только и делаю, что работаю в пути лица ради общества Земли. Уверена, что я уже давно заслужила звание инопланетянного пятого класса. Карна, ты должна больше работать над собой. Я и работаю? Правда, работаю. Это правда, хотя мне приходится прилагать ещё много усилий. Так много, что пора я просто выбираюсь из сил. Я знаю, знаю. Но почему тогда все представительства Земли меня просто игнорируют? Они там просто все обленились. Разве не так? Это так, это так, конечно. Как можно с такой жаркий день ходить так теплоодетым? Извини, но... Но это странный клиент сказал, что ты оплатишь его счёт. Ведь была нечего. Хорошо иметь друзей в городе. Это же... Ладно, карма, я просто вычтуру стоимость еды из твоей зарплаты. Это шорт выгезантенная. Что-то мне в последнее время не ведёт. Ох, моя пособия на этот месяц почти кончилась. А до получения следующего почти две недели. Это проблема. Эй, Маюка, а у тебя как с деньгами? Ну, моё пособие... Мне приходится справляться своими силами. Понятно. Какой самостоятельный поступок. Да нет, что ты. Просто я не могу полагаться на мою семью по части расходов. Так что мне приходится работать, чтобы обеспечить себя. А где ты работаешь? А, ну, я доставляю газеты. И... Да? Я ещё официантка в маленьком ресторанчике. Официантка, здравствуйте. Одна порция вообще роман с Рисом. О, официантка? Прямо как Анна Миллер. Здорово. Слушай, а я могу от нибудь зайти? Ну да. Плохо. Дешокасан. О, ты вернулась? А где нет? Сходи же её очередь вам помогать. Я её нигде не видел. Бабушка на шуму неважно себя чувствовать. Так что пока я работаю один. Извините, я сейчас разыщу её. Маюка, тебе разу не пора идти на работу в инстаграме, короче. Я здесь не сам управлюсь. Бабушка сказала, что ей просто надо немного отдохнуть, а потом она поработает. Она совсем совесть потеряла. Ну погоди не я. И я. Не трогай. Она опять сделает за своё. Собрала эту кучу рухлядей. Что? Не может быть. Неужели она? Если откроешь, убью. Маюка. Рыба была очень вкусной. Крошка Ния. Ния. Это богом проклятые интуитянцы. Мужчинка. Мне пора на работу. Маючан. Тебя к телефону, из твоего родного города. Ой, простите, пожалуйста. Алё. Да, мама, что случилось? Да, да. Что, Сомея? А из семьи Гензо? Да, да. Он приехал сюда? Нет, я его ещё не видела. Хорошо, увижу обязательно поздороваюсь. Кстати, мама с тобой всё в порядке? Береги себя. Да, у меня всё хорошо. Я тебе ещё позвоню. Пока. Большое вам спасибо. А как ваше здоровье? Я шоку сам сказал, что вы неважно себя чувствуете. Мне уже лучше. Понятно. Европейский ресторан Каручи. Добро пожаловать. А, это Маюко-чан. Извините, я опоздала. Ничего, ничего. Мы только что открылись, и брендов пока нет. Опять никого. Всегда вот так. Может, это потому, что вы не включили снаружи свет? Правда? Эй, чей, может ты включишь? Что опять? Ты постоянно про него забываешь. Я помогу тебе. Ещё немного. Вот так. Я бы и сама справилась. Теперь горит. Мой отец всегда что-нибудь забывает. О, нет. О, папа, ты опять. Мы можем разориться только на этих тарелках. Будь осторожнее. В самом деле. Извини, извини. Ты хоть представляешь, что ты наделал? Ты понимаешь, что ты понимаешь? Не? Не? Один взрослый, пожалуйста. Спасибо. Серийный поджигатель был арестован. Да откуда эти дилетанты могут знать, насколько ужасным может быть огонь? Огонь, это же живое существо. Значит, и относиться к нему надо как к живой, или к опасной твари, или как к любимому услуге. И это мы тоже сегодня сожжем. Гори, гори, плыхай, сменее. Так ты, ублюдок. Да? Чигасаки здесь живет? Ну ты что себе позволяешь? Не подумайте, дурноу, я просто земляк Чигасаки. Эй, братец. Создавай неприятности. Это же женское отделение. А, вот сразу. Тебе не нужно было туда заходить. Ну да. Ты что, доставщик Криса? Нет, мне просто сказали, что здесь живет Чигасаки. Так что я... А, так ты друг Маюка? Да. Мы с ней жили в одном городе. Я здесь, потому что мой один сюда переехал. Он попросил передать это Чигасаке. К сожалению, Маюка сейчас нет. Она на работе. А, понятно. Хотите, я ей это передам. Ну. Может, лучше скажете, где она работает? Нет. Ни одного клиента. Да, согласен. Это не очень хорошо. Кстати, насчет твоего жалования. Нет, нет, не беспокойтесь. Я же почти ничего не делаю. К тому же, вы и так помогаете мне, каждый день предлагая ужин. Эй, Маю. Ничего пока не занята, верно? Давай поиграем. Опять? Я не смогу. Я играю гораздо слабее тебя. А я тебе буду поддаваться. Почему же нет? Всего разок. В общем, нужно нажимать вот эти кнопки. Видишь? Здорово. Видишь, как просто? Давай начнем. Я не думаю, что у меня получится. Не беспокойся. Вот так. Эй, погоди минутку. Я выиграл все 30 матчей. Ты вправду хорошо играешь, Чиг. Еще бы. Извини, что тебе приходится заботиться о Чи. Обо мне не нужно заботиться. Это правда. Чи очень самостоятельная. Но с таким безответственным отцом мне приходится быть самостоятельной. Эй, Майю, давай еще поиграем. Ладно, ладно. Я возьму. Алло, европейский ресторан, короче, слушает. Да. Движаемых печенью с луком и суп-мисус с макрелью. Это скорее японский заказ, а? Да, сейчас все будет готово. Да, большое спасибо. Отлично. Вот, все готово. Улица Хиракава, дом 2. Хорошо, я поехал. До скорого. Когда вернешься, поиграем еще. Ладно. Папа, ты заплатишь Майюко ее жалованию? Ну, в общем-то, этот месяц был для нас не очень удачным. Так что попросил Майюко немного подождать зарплаты. Но это неправильно. Она же очень бедная студентка. Сейчас таких почти нет. Если она не получит хоть немного денег, то ей придется вместо еды со своей клапу. Ну, хорошо, я заплачу ее в следующем месяце. Откуда ты столько знаешь о Майюко? Ты же только говоришь, что у нее сейчас тяжелое время. Чигасаки? Вот рис. С возвращением, Майюко. Что, за ты быстро? Отец, это клиент. Что? Добро пожаловать. Один китайский колобок с кимичи. С собой. Один с кимичи с собой. Принято. Пожалуйста, присядьте и подождите. Э, добро пожаловать. Не сказали, Чигасаки здесь работает. Чигасаки, а, Майюко-чан. А, Майюко-чан? Да. Добрый вечер. Европейский ресторан, короче. Вот ваш заказ. О, Майю! Майя, что ты здесь делаешь? Мия! Не выстакивай так внезапно на улицу. Это же опасно. Это что еще? Не может быть. Неужели все недоучившиеся студентки не знают таких элементарных вещей? Это современная аппаратура, проигрыватель. Какая это не аппаратура? Я получил за эту штуку большие деньги. Я собирал запчасти для своей тарелки и неожиданно отнулась на это сокровище. Я же сказал тебе, не мистеркинула из-за всякого хлама в моей комнате. Еще ты съел без спроса мой неприкосновенный запас. Ой, ты узнала? Люди обычно быстро это выясняют. Так что ужина сегодня не получишь. Это нечестно. У меня будет бесплатный ужин на работе, а ты делаешь, что хочешь. Что, бесплатная еда? Это нечестно. У тебя будет бесплатный ужин. Нечестно, нечестно. Кто не работает, тот не ест. Эй, подожди. Что ты хочешь этим сказать? Не сними бежать за мной. Бесплатный ужин. Ее тоже хочешь бесплатный ужин. Я вернулась. А, добро пожаловать. Майо, к тебе посетитель. Что? Чигасаки. Извините, но кто вы? Я Гензо. 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 Это ты? Сестрица Маюка. Гензо, это правда ты? Ой, ты так изменился. Майма говорила, что ты в Токио. Вот. Рис? Даже не пробуй собрать. Спасибо. Ужин. 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 О нет, она здесь. Маленькая Ния тоже хочет поужинать. Это ты, чертова без антенны. Эй, а что тут делать? Это длинная антенна. Да что ты несешь? Ты ел, как свинья. Мне же еще пришлось оплачивать твой счет. Из-за этого мне сегодня ничего не заплатили. Что ты на это скажешь? Ну, я приезжал просто посмотреть и проверить, как хорошо ты работаешь. Канна-чан га мазьминьи лодонни хагендер к чеку ирнини т. Какие-то просто эти без антенны стали проверять, где и как я работаю. Из-за тебя вместо нормального ужина должно перекусывать в этом дешевом ресторане. Черт бы тебя побрал. Это даже близко не похоже на ужин. Какая жалость. Тогда вместо меня... А? Твой счет оплатит? Вот она недоучившаяся студентка. Не перекладывай свои проблемы на меня. Значит, неполноценная инопланетянка, недоучившаяся студентка? Чего? Я к вам не какая-нибудь неудачница вроде вас. Я элита. И у меня нет ничего общего с такими вроде вас, которые питаются за бегалку вроде этого закладалого ресторана. Да, дискриминация. Какая же ты после этого элита? Как ты смеешь нежать простых граждан вроде нас? Да снись. Я просто хочу сказать, что только для таких, как вы ходите в такой закудалый городишко, как эта инохана. Послушайте, дамочка. Я старалась быть спокойной, но что-то вы здесь разуступались. Эй, Чи. Что вы имеете в виду под закудалым рестораном? А что такое? Я сказала правду. В чем дело-то? О, диск, прошу нас простите. Папа, ты не должен перед ней извиняться. Чи, она же клиент. Ну и что? Она же хамит. Это уже слишком. Оно... Что? Я с ней согласен. Вы очень невежливы. Я тебе-то припомню, без антенны. Справедливость всегда торжествует. Ну и подняла же она шум. Это ты все время во всем виноват. Клиенты так сильно отличаются друг от друга. Правда, Чи? Чи? Чи-чан! Чи-чан! Глупое имя, правда? Что? Чи, мое имя. Звучит как что-то древнее. Разве? Я думаю, что хорошее имя. Звучит мило. Когда мой отец открывал этот ресторан, он взял мое имя, назов его короче. Это здорово. Это глупо. Популярности это нам не прибавило. Правда? Да. Мой отец всегда мечтал открыть свой ресторан. Знаю, что он не использовал более модное название. У него ничего толком не выходит. Но он все-таки старается. Мне нужно заботиться о нем. Со стороны кажется, что ты куда более взрослый, чем он. Это все потому, что мне такой отец. Эй, Чи, Маюка. Вы, наверное, уже устали за сегодня. Давайте будем открываться. Ты всегда идешь по самому легкому пути. Тогда давай быстро за приборку. Конечно. Гензо. Я пойду домой. Спасибо тебе за рис. Еще увидимся. Как-нибудь донесу еще. Хорошо. Мне так стыдно за себя. Я так говорю себе за то, что сказала это своей подруге. Я работаю просто доставщиком заказов, а сказала, будто я официантка. Сегодня Чи, ученица начальной школы, дала мне очень ценный урок. Управить рестораном и помогать отцу, для чьей самое важное дело. Будет ли у меня когда-нибудь дело, столь же важное для меня? Убытки, убытки, сплошные убытки. К нам за последние три недели пришло всего несколько клиентов. Если так будет продолжаться и дальше, нам не хватит денег ни на зарплату, ни на свежие полотенца. О, до меня доходили разные слухи о странном пузырячемся веществе, которое водится в кратере. Достаточно? Пешок, Асан. Я очень прошу вас не приносить больше из кратера, ничего кроме топлива. Ладно. Я предлагаю устроить конкурс идей, чтобы найти выход из этого тупика. Хорошая мысль. Итак, Маюка, каков истинный смысл и предназначение бани? Ну, в баню ходят те, у кого дома нет ванных комнат. Это так. Но разве это единственная причина? Ну, еще. Бани всегда были местом общения для народа Японии, с самых давних времен. Совсем незнакомые люди раздевались и запросто общались друг с другом. Да, бани всегда были лучшим местом для встреч и общения. Никто не приходил сюда тоже для того, чтобы помыться. В то время люди запросто занимали друг у друга мыло и мочалки, и раздевалки были местом, где можно было спокойно поговорить. Хорошее было время. Вот именно, бани — это социально важный институт. Однако времена изменились. И что с того? Я жила в Токио одна, в однокомнатной квартире. У меня была ванна, но я часто жалела, что по вечерам вокруг нет ни души. Так что у нас должно быть много потенциальных клиентов. Потенциальных клиентов? То есть я хочу сказать, что если бы мы вернули бани ее изначальный смысл, место, где никто не будет одинок даже в наше нынешнее время, клиенты приводили бы к нам новых клиентов. Наше заведение стало бы популярным, и наш бизнес процветал бы. Да, смысл в этом есть. Но сначала нам надо привлечь новых клиентов. Верно, мы должны придумать для этого что-нибудь особенное. Я полагаю, это должно быть что-то сброское и привлекающее. Что-то такое, что привлекло бы к нам новых молодых клиентов. Что-то такое? Значит, баня как место общения. Вот повезло, так повезло. Ния, где ты была? Ты же пропустила наше совещание. Я стянул материнские платы из игрового центра возле вокзала. Ты только погляди. Ну и что это за хлам? Да что ты в этом понимаешь, Майю? За такие отличные комплектующие я смогу получить все, что захочу. Гляди, это материнская плата с семью встроенными контроллерами. Она же почти на самом новом чипсете. Их у меня почти 10 штук. Если я их сдам в магазин поддержанного оборудования, я загребу кучу денег. Откуда ты знаешь, что тебе вообще заплатят за это барахло? Меня не интересует этот мусор. Почему ты не пришла на наше совещание? Вот еще. Я не собираюсь разбрасываться со своими ценными идеями в вашем заседании, жаден. К тому же у вас и перекусить нечем. А ну подожди-ка. Стой. А в том игровом центре еще остались какие-нибудь игровые аппараты? Конечно. Куда же они денутся? Мы их берем. А? Зачем они нам? Это же аппараты из игрового центра. Мы сейчас же их заберем. Тяжело-то как. Какая же ты слабая, Майю. Ты же такая молодая. Надо быть более выносливой. Сидишь сверху, еще выступаешь. Почему бы тебе нам не помочь? Что? Ты что, хочешь, чтобы крошка Ния толкала эту тяжеленную телегу? Интересно, а какое отношение это имеет к идее общения в бане? Эгей, тащи. Тащи. Мы сможем установить эти игровые аппараты в раздевалке. Это будет просто отлично. Что мы будем делать с ними? Эти аппараты помогут нам привлечь новых клиентов. Мы сделаем баню Энаханы настоящим центром общения людей, как и раньше. Мы станем проводить игровые турниры Энаханы. Игровые турниры? Именно. Мы будем устраивать еженедельные турниры, где клиенты будут сражаться с персоналом. Я полагаю, это поможет привлечь новых молодых клиентов. И что важнее, поддержит наш девиз. Баня как место общения. Ага. Давайте сделаем баню общественным центром. Игровые турниры. Роскошные призы. Папа, я дома. Чи, чему ты так радуешься? Новость, большая новость, только послушай. Извините меня. Мне пора на работу. А? Гензе, что ты тут делаешь? Привет, Чигасаки. Вот. Мой отец просил занести тебе это. Газировка? Ага. Ты уверен, что это мне? Ты уже заносил мне рис на днях. Мне неудобно все это брать у тебя. Это ничего, к тому же моя семья владеет целым складом риса. Спасибо. Знаешь, мне пора бежать на работу. В ресторан? Да, в ресторан. Ну вот, печень с луком готова. Хорошо, я как раз проголотался. И думал, где бы пообедать? Правда? Не так жаль, что я не могу ничем тебя отблагодарить за тот рис. Не делай из этого проблему. Тебе же приходится самой о себе заботиться. Не так ли, братец Генза? Ага. Чигасаки, ты не должна так говорить. Самый острый. Добро пожаловать. Мне нужен самый острый колобок с кимичем. С собой. Один колобок с кимичем. А, вы тут уже были на днях. И что с того? Добро пожаловать. Присядьте пока. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Кстати, я видел рекламное объявление на вашей бане. Объявление? Чи рассказала мне о игровом турнире Энаханы. И теперь это просто на месте не стоит. А, вот вы о чем. В последнее время у нашей бани дела идут не важно. Так что мы решили что-нибудь придумать, чтобы привлечь новых клиентов. Я полагаю, что это котоми все затеяла. Верно. Я так и думаю. Ну, это же здорово. Эй, а дети тоже могут прийти, а? Конечно. Мы рады любым клиентам. Я расскажу всем ребятам в школе и приведу много новых клиентов. Чи просто с ума сходит по этим играм. Кроме того, там будут роскошные призы. Эй, братец Генза, а ты тоже будешь участвовать? Я? Ну, я могу прийти. Что? Мы были бы рады иметь команду побольше. Только если ты действительно не против Гензел. Ну, если ты хочешь, я приду. Это здорово, просто здорово. Это так мило, когда в турнире участвуют парочки. Парочки. Чи, прекрати немедленно. Нехорошо подразнивать старших. Я тоже буду участвовать в этом турнире. И вызываю тебя. Я? Вот один самый острый колобок с кемичи. Палочки для еды, пожалуйста. А? Какая жара. Первый игровой турнир Бани Энаханы. Объявляется открытым. Как бы сказать, похоже, пришли только одни дети. Эй, девочки и мальчики, а где ваши мамы и папы? Их не будет. Это же игры. Они просто сказали нам возвращаться с призами. Когда мы начнем, давайте побыстрее. Не надо расстраиваться. Думаю, мы сможем извлечь пользу из этого. Может быть. Дети обеспечат нам бесплатную рекламу, и наше заведение станет популярным. Хорошо, тогда я объясню правила. Участники будут играть в три различных игры. Сыскурными бойцами Энаханы через разделительную перегородку. Кто-то сумеет выйти в финал, сразится с главным боссом Энаханы. Если он сможет выиграть, он получит волную карточку Бани Энахана. Что? И это роскошный приз? Я думал, призом будет возможность играть бесплатно, без ограничений. Что за глупый приз? Верно, дайте нам еды побольше. Дайте не вкуснятина на целый год. Золотая карточка даст вам право бесплатно пользоваться Бани целый год. И получать каждый раз бесплатный фруктовый коктейль. Разве это не здорово? Нам нужна наличность. А я хочу новую игровую приставку. А ну тихо! А если кто из вас победит три раза подряд, получит специальный приз. Эй, тетенька, а что за специальный приз? Что это такое? Это мы объясним попозже. А теперь приготовьтесь к серьезной игре. Черт бы их побрал. Как же меня раздражает эта мелюзга. Мы не позволим им выиграть. Вы должны победить их всех. Чтобы ни один не смог дойти до финала с бабушкой. И неважно как. Ладно. Я им покажу. Покажу этой ребятине, что значит связываться со взрослыми. А как же наш девиз, баня, как мне сообщение? Ну, а теперь начнем. Ух ты, здорово. Это же старые игровые автоматы. Круто. Вам интересно играть в старые игры? Почему же нет? Старые игры это круто. Верно. Полигональная графика уже надоела. Нынче в моде старые игры. Вот значит как. Итак, начинаем первый раунд. Выходит первый боец в бане Энаханы. Огонь. Иду. Ну же, девочки идут первыми. Чи, занимай свое место. Хорошо. Ты должна погасить все пожары, разжигаемые демором огня. Посмотрим. Нажимать клавишу А и Б для того, чтобы гасить огонь. Отлично. Я справлюсь. Тогда начнем. Я, я просто старый кучегар, который только и умеешь отопить котельную. Я совсем не умею играть в игры. Пешок, Касан. Давайте, давайте же. Просто жмите на кнопки. Котоми. Ну ладно. Гори, гори, полыхай вовсю. Не может быть. Какой кошмар. Ты даже не пробуй это потушить. Зажжем все вокруг, чтобы и головешек не осталось. Как тина. Этот дядька такой страшный. Наверное, он опасен. Нет, нет, это совсем не так. Я просто надеюсь, что он вошел в роль. Вообще-то я совсем не опасный человек. Застенчивый и непривлекательный. Что вы там разговариваете? Играйте, играйте. Не отвлекайтесь. Отлично. Да, да. У меня получилось. Я победила. Я так опозорился. И к тому же подвел Котоми сам. Ну ладно. Я полагаю, победить пожилого человека было не трудно. А теперь начинается настоящая игра. Следующая. Выходит, Боис Бланина Хана. Кулак. Ладно. И его соперник. Это дама из Китая. Патинги с ним нет равных. Чего бы это вдруг. А ты заткнись. Сейчас я покажу вам настоящий кунг-ку. Какой из тебя мастер кунг-ку? Не смеши меня. Я сказала, заткнись. Давай, Генза. Хорошо. Генза? Бой начинается. Генза. Сейчас не время для эмоций. Надо сражаться. А что там у нас? Неужели Великая Китаянка Карна разом забыла всю свою кунг-ку? Может быть, ее дурацкая антенна вдруг поймала волну любви? Заткнись, без антенны. Ого, даже покраснела. Похоже, я попала в точку. Давно это с тобой. Ух ты. А как же игра? Я победил. Отлично, Генза. То есть, боец в бане Инохана кулак. Это был грязный трюк. Эти без антенны отцепла меня своей дурацкой болтовней. А вот и неправда. Я просто проверял, не угораздило ли вы любите такой ограниченной особой, как ты. Я сказала, заткнись. Вы мне тыжды за это заплатите. Запомни это. А я-то тут при чем? Ладно, ладно, мы продолжаем. Маюка, Ния, приготовьтесь. Хорошо. Игра окончена. Выиграл боец в бане Инохана кулак. Еще никто не смог ее подбить. Черт, дай-ка я. Начнем. Здорово, так держать. Ты должен победить их всех. Как плохо. Ну ладно, игра продолжается. И, наконец, последний боец в бане Инохана выходит госпожа Тысячерукая богиня. Ты все поняла, Ния? Никто не должен выйти из пинала и сражаться с нашей бабушкой. Да проще простого. Начали. Мы проиграем, проиграем. Что ты взяла? Играйте эти комбинации в главе, чтобы поразить противника. Не, торопись, почему ты ничего не делаешь? Ну ладно, богиня вступает в бой. Ух ты, мы выиграли. Видишь, что я тебе говорила? Браво Тысячерукая богиня. Черт, держись. Давай же, побей ее. Так, следующий. Проще простого, проще простого. Это не честно. Так совсем невозможно выиграть. А так ты проиграл. Очень жаль, паренек. Последний оставшийся участник. Чи из ресторана коручие. Удачи тебе. Ладно, я не проиграю. Эй, я устал, я хочу пить. Я же так храбро сражалась. Я хочу пить. Нет, потерпи, закончим еще одну игру и передохнем. Но я просто умираю, Джаджи, что же мне делать? Что? Все просто невозможно. Пей быстро за игру. Ладно, начали. Ой, мы уже начали. Не, быстрее, быстрее. Не понукай меня, я освежаюсь. Сейчас не время расслабляться. Давай же. Как же это так? Эй, не, нападай, быстрее. Что, ты проигрываешь? Майок, ты неудачница. Но ты же мне не помогаешь. Эй, я ничего не вижу. Моя взяла. Я победила. А мы проиграли. Выпить чего-нибудь вкусного после игры. Что может быть лучше? Почему ты так радуешься? У нас не осталось выбора. Игрок победивший всех трех бойцов Бани Энахана выходит в финал с главным боссом Бани Энахана. Ах, хорошо я вздремнула. Итак, финальная игра. Играйте честно, сражайтесь храбро. Как участники? Готовы? По моей команде. Приготовились. Начали. Ну и быстрая же она. Как же это у нее получается? Старость не в радость. Руки постоянно дрожат. Что? Значит, ты получила приз за бойцовский дух? Ага. Там было весело? Да, неплохо. Понятно. Вот и хорошо. Роскошный приз. Большое спасибо. Как плохо. Кто же знал, что эти игровые аппараты потребляют только электроэнергии? Мы опять по уши в долгах. Жарко. Как жарко. Как же здесь жарко. Эй, давай купим кондиционер или хотя бы вентилятор. Если бы у меня были на это деньги, я бы так не мучилась. Между прочим, что-то странную музыку мы здесь слушаем. Ну, я подумал, что хорошая музыка отвлечет меня от жары. А мне от нее становится еще жарче, я этого не вынесу. Так, давай попросим кота Мисан. Да о чем это ты? Как можно ее о чем-то просить после того, как мы взорвали крышу? Кто не рискует, тот не выигрывает. Извините. Но мы стивилизованные люди, живущие в современном веке, и мы требуем, чтобы нам в комнату поставили кондиционер и машину для изготовления льда. Это Маюка так сказала. Что? Да что ты несешь? Я никогда такого не говорила. По правде говоря, сейчас действительно очень жарко. И тебе Маюку, наверное, трудно сосредоточиться на учебе. Верно, верно. Вечно бедной студентке Маюку нужна помощь. Материальная. Кондиционер и машина для изготовления льда. Ты только и мечтаешь, как о льде. Давай посмотрим. Купить сейчас кондиционер мы не в состоянии, но... Можно придумать что-нибудь, чтобы у вас комната стала попрохладней. Какой бардак. Тут только пыль и сплошной хлам. Кто бы говорил, ты сама только и делаешь, что таскаешь всякий хлам. Ничего подобного. Меня интересуют только те вещи, за которые можно выручить деньги. А это куча никчинного старея, за которые никто и яны не даст. Ни даром не нужна. Верно, а что это за комната? Покойный муж нашей бабушки любил забирать антиквариат. Остальное бракулое книги сложила здесь я. Потому что больше было негде. Если мы уберем вот эти книги, твоя комната Маюка будет лучше проветриваться. Мне кажется, в моей комнате уже достаточно сквозняков. А где Ния? Я только попросил ее вынести мусор. Она все еще не вернулась. Наверняка она опять роется на свалке в поисках какой-нибудь рук лидит. Не надо так злиться. Но она... Она постоянно притаскивает всякий хлам и мастерит из него Энлоо в моей комнате. Энлоо? Катоми-сан. Катоми-сан, это очень важно. Что случилось, Ишо-ка-сан? Водку, глядите. Глядите на это. Ну и что же это? Игра в пенбол без ограничений. Отдых похож на космический взрыв. Вместо отдыха вашей мечты. Великий король космоса. Открыто сегодня. И что это? Уверенную игру в починка? Да о чем это вы? Это же баня. Сегодня утром прямо у нас под носом открылась новая баня. Что вы сказали? Так, надо срочно собрать чрезвычайный совет. Ситуация становится просто ужасной. Я и подумать не мог, что у нас появятся конкуренты. Ишо-ка-сан, и где же находится эта новая баня? Кажется, она открылась на дне кратера. На дне кратера? Да, я ее немного рассмотрел, но запомнил только название. И что это за баня? Ну, если судить по этой глупой листовке, эти конкуренты не очень думны. Но это не важно, нам брошен вызов. Экономика сейчас находится в упадке. И две бани в районе Энаханы нам абсолютно ни к чему. И у них еще хватило наглости начать конкуренцию с исторической бани Энаханы. Нам не остается выбора, как полностью с их жюди. Погодите минутку. Мне кажется, нам стоит сначала хотя бы взглянуть на эту новую баню. Отличная мысль. Надо сначала изучить врага, чтобы узнать его слабые места. Кажется, ты с такой головой умудрилась провалить вступительные экзамены. Я вернулась. Не! Добра, добра-то сколько? Ты опоздала. Ты даже попросили вынести мусор. А ты притащила его вдвое больше. А в чем дело? Я использую это при сборке тарелки и продам ее за большие деньги. Я говорил тебе, что никто не купит твою НЛО из флама. Но я уже нашла покупателя. Кого? Чьяки? Извините, что без приглашения. Вот так. Проходи. Итак, мисс покупатель, присядем и поговорим. Проходи и выпить чай со льдом. Котоби-сан, два чая со льдом, пожалуйста. Еще просто кол вперед. Хватит тебе одного льда. Черт. Чьяки, а что ты тут делаешь? Ну, до меня зашли слухи о загадочной инопланетной бане, открывшейся где-то здесь. Это же все равно, что выйдем в открытый космос. Я просто места себе не нахожу. Боюсь, мы не сможем больше ждать. Согласна, надо приступать к разведке. Приступать к разведке? Именно. Кто не рискует, тот не выигрывает. Вопрос только в том, кто туда пойдет. Работники нашей бани не могут идти, потому что их все знают в лицо. Тогда в женское отделение. Пойдет. Ой, я знаю, давайте я пойду. Чьяки? Хорошая идея. Тебя здесь никто не знает, так что ты спокойно пройдешь внутрь. Как обычный клиент. Вот здорово. Я пойду на разведку в загадочной бане пришельцев. Мне надо немедленно это зафиксировать. Знаешь, странные у тебя друзья. Да, иногда она ведет себя странно. Ну ладно. Она пойдет в женское отделение. Но кого мы отправим в мужское? Я уверен, меня тут все знают. Вы правы. Мы можем переодеть мужчину Нию, и никто ни о чем не догадается. У нее же нет груди. Как это? Это как раз ты плоская, как доска. Что ты сказала? Я сказала правду. Вы обе, хватит задирать друг друга. Нашли, понимаешь, тему для спора. Кажется, я придумал. Как насчет друга Майока, который недавно с ней заходил? Ну, знаете, такой современный. Здоровый парень со странной прической. А, вы говорите про Генза? Отлично, он нам подойдет. Проси его немедленно прийти, он пойдет в мужское отделение. Майока, Ния, вы сможете хорошенько рассмотреть эту баню снаружи? Только будьте осторожны, чтобы вас никто не заметил. Отлично, мы ими займемся. И нанесем сопряжительный удар по конкурирующей бане. Алло, Генза? Извини, что беспокоит тебя, но нам нужна твоя помощь. От мира до войны один шаг. И следы, конечно, не против. О бане мы сами сегодня позаботимся. Так что вы хорошенько там все раз узнаете. И самое главное, чтобы никто не понял, что вы спелены из бани Инахана. Будьте осторожны. Не было печали. А если вы разузнаете что-нибудь хорошее, мы устроим роскошный банкет. По такому случаю, я куплю жареных угрей с рисом в магазине у Унамасы. Это великолепно. Ух ты, просто здорово. Гулять так гулять. Закажи еще суху с подрохом с маринадом. Я буду развещество и границу в шестайне загадочной плане при бани. Это так возбуждает. И помните, существование бани Инахана зависит от результата вашей миссии. Так что уж постарайтесь. Есть. Извини, Гензо. Я так назад попросил тебя прийти. Ничего страшного. Мне все равно нечего было делать. Хорошо, вперед. Ух ты, какой отсюда поразительный вид. Это же величайшая тайна космоса. Историческое место первого контакта. Знаменитый кратер. Я немедленно должен зафиксировать этот знаменательный момент. Но кто же догадался открыть баню на самом дне кратера? Вот мы и выясним, кто и почему. Ведь студентки, провалившиеся на экзаменах, оказываются такие умные. Заткнись. Я-то знаю, что ты пошла с нами только из-за обещанной еды. Да ну? А ты, значит, не хочешь есть угрей? Хорошо, я съем на твою порцию тоже. Я не говорила, что я не хочу. Эй, Маюку, быстрее, быстрее. Давайте быстрее спускаться. Чиаки. Не будь такой несносный. Успокойся, веди себя нормально. Я попробую. Итак, Чиаки Камаца направляется за загадочную инопланетную баню. Погоди минутку. Ух ты! Какая тут таинственная атмосфера. Это и есть новая баня? Это вообще не похоже на баню. Ну же, ну, мы идем. Я уже не могу ждать. Ну ладно. Чиаки и гензы разведаются внутри. Они, я? Ну ладно, пошли в баню и хорошенько помоемся. Ничего подобного. Ты будешь изучать ее снаружи вместе со мной. Вот невезуха. Заткнись. Пошли со мной, быстро. Ой. Больно, защили меня. Отлично. Теперь мы вступаем в новый неверный мир. Вперед. Ну, не идти же назад. Давай быстренько тут все осмотрим и пойдем назад и есть угрей. Не говори так громко. Знаешь, а ты похожа на грабителя. Да что ты несешь? Мы же на разведке. Ты чего ожидала? Хватит безденечить. Начинай осматривать тут все. Осматривать что? Ищи какое-нибудь необычное оборудование или банный инвентарь. Ну, это создание само по себе довольно необычное. А это что за запах? Эй, что такое? Что? Что это за листья? Они слишком тонкие и их слишком мало, чтобы использовать как дрова. А их можно есть? Послушай, ты. Ты вообще можешь думать о чем-нибудь, кроме еды? Должно быть, эту дрову добавлять здесь в горячую воду для аромата. Ты думаешь? Я что-то не чувствую особого аромата. Давай возьмем одну и отнесем мешок и сан. А уж она проедет, что это такое. Вот так. Врачи же вещи без разрешения это воровство. Не смей назвать меня воровкой. Я беру это только на время. Преступница, преступница. Я так и знал, что ты рано или поздно докатишься за криминалы. Не желаю тебя слушать. Не кричи так. Что вы тут делаете? Чёрт. Ну, мы... Нет, нет. Мы не какие-нибудь проходимцы. Мы... Это же тот ненормальный. О, это чадо. А, намаште. Намаште. Я и не знал, что это ты не. Вы тут индус из универсама. А, и Маюка здесь намаште. У вас по-прежнему хорошая грудь. Бабон. Опять вы за своё. Это что за бабон? Это не важно. А что вы делаете на нашем заднем дворе? Да какая разница. Шпионер за конкурирующей баней. Дура. Не распускай язык перед их служащими. Я не служащий. Это моё заведение, и я здесь менеджер. Добро пожаловать. Взрослого землянина 300 йен. Это место? Что-то не так? Нет, нет, ничего. Спасибо. Это что, и правда баня? Эта комната заполнена неизвестными запахами. Ощущение сверхъестественности просто витает в воздухе. Это точно не непонятная баня? Я... Приступаю к исследованию. Туманный пар охотил моё лицо. Я ничего не вижу. Что же там за туманом? Чадо, менеджер? Так значит, вы владелец этой бани? Именно. Иметь один магазин сейчас недостаточно. Чтобы не разориться, приходится осваивать и другие направления. Надо же, чадо рассуждает как нормальный человек. О, разумеется. А кто тогда заботится о магазине? Никто, конечно. Я его закрыл. И это называется осваивать другие направления? Ну, я не уверен, что выразился правильно. Тогда вообще не надо было говорить. Во-первых, я не думал, что именно вы откроете баню в районе Анахана. У вас же есть конкуренты. Ну, это вряд ли. Это место сильно отличается от других бани. Как только вы войдёте в нашу баню, вы попадаете в волшебный транс. Даже индусы этому удивляются. Обещаю, вы не сможете это забыть. Он так в этом уверен. В чём же секрет игры бани? Эй! Это стенка из папье-маше. Это секрет фирмы. Вы называете это секретом? Разумеется. Это не единственный секрет. Наша баня скрывает гораздо больше тайн. Что-то ты расхватывался. Скоро баня Король Космоса станет лучшей баней Анаханы. Как лучшей баней Анаханы может стать такое странное заведение? Верно, верно. Не важно, сколько ещё секретов у вас есть в запасе. Но вечерняя студентка и воровка Маюка украдёт их у вас. Я же сказал, не называть меня воровкой. К слову. А если что сюда зашли, почему бы вам не сходили в баню перед дорогой? Но мы... Почему же нет? Любовь и мир. Давайте покажем друг другу задницу и станем друзьями. Он к нам пристаёт. Мы уже стали разврать. Не стесняйтесь. Это же так прекрасно. Нет. Мы же разведчики. Сейчас мы можем ходить в баню на вражеской территории. Давайте разбалтывать наши планы. Ох, нехорошо получилось. Но зато я узнал кое-что новое. Оказывается, показывают друг другу задницу и сексуальное домогательство. В любом случае, эти листья не для ароматизации воды. Может это за топливо для котельной? Нет, я уже сжёг один для пробы. Это так же бесполезно, как топить баню травой. Правда? Так что же это? Мы вернулись. Ага, вернулся второй отряд разведчиков. Так, где вы были? Эгей! Извините за задержку. Команда разведчиков вернулась. Что случилось? Вы оба такие странные. Особенно Генза. А что со мной? Генза, с тобой все в порядке? Чаки. Генза, сейчас просто лопнет от смеха. Все в порядке, не беспокойся, крошка Майо. Крошка Майо? Что с тобой, Чаки? Что с вами случилось в этой бане? Баня? Баня? Я странно себя чувствую. Ага, как будто я обрежу. Вы видели там что-нибудь особенное? Ничего такого там не было? Ага. Даже жалко, я ожидал большего, а то не помню при бане. Но ничего особенного там нет. Разве что вода какая-то странная. У меня закружилась голова, и это мне не очень понравилось. Мне тоже. Это что с вами, Генза, Чаки? Я думаю, нам все-таки нужно выяснить, что это за лихвой сосуды. Это точно. Не тот, и не этот. Я думаю, это где-то здесь формулисты очень похожи. А может, это выросло внутри гратора? Ага, нашла. Где? Вот. Это же. Оказалось, дотелистики из конкурирующей бани были запрещены законом наркотиков. На следующий день приехала полиция. И бани, великий король космоса, закрыли. Управляющий бани Чадо настаивал, что он ничего не знал. И его не посадили только потому, что он иностранец. А Чаки и Генза? Скоро пришли в себя, так и действие этих визитов было недолгим. Вот и славно. По крайней мере, мы с этим разобрались. Ах, какая ностальгия. Последний раз я читала эту книгу, когда жила здесь и училась в колледже. Она уже тогда была такая старая. Вы уже тогда хотели быть хозяйкой бани? Хозяйкой бани? Нет, конечно нет. Тогда почему вы решили стать менеджером владельцем этой бани? Ну, мне кажется, мне просто нравится это место. Бани Анахана? Да, это было нелегкое решение. Время нынче тяжелое, мне приходится работать на двух работах, но... Я не хочу, чтобы мы закрылись. Даже не знаю, как объяснить. Я думаю, вы справитесь, вы сильная. Я бы, наверное, не смогла. Это не так трудно, как кажется. Когда я здесь в Анахане, мне кажется, что у меня все получится. Мне действительно нравится всем этим заниматься. Да? Я правда люблю это место, и я не хочу его терять. Вот значит как. Мне кажется, тоже. Кстати, мисс Вечерний студент. А? Как твоя учеба? Ну, мне кажется, пока неплохо. Только не забывай иногда отвлечься. Я чуть не забыла. Вот. Я считала, это очень давно. Это было так интересно. Почему бы тебе не посчитать его свободное время? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну ладно. Завтра будет тяжелый день. Так что надо немного поспать. Звучит не очень радостно. У вас же и так почти нет выходных. Все нормально. Тебе, кстати, как студентке, тоже не мешало бы взрывнуть. Хорошо. Смотри, не замерзни. Значит, она такая, потому что просто любит это место. Неудачно. Прямо из рук усилий. Вот так. Теперь никто не догадается. А? Это драконный приемник Маюка опять барахлит. Угол удара 45 градусов. Год, ты! Какого-то! Ты! Крик! А? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мне что, это померещилось? Субтитры создавал DimaTorzok Ты уже извинишь, что я вызвал тебя так рано, да еще выходной? Да нет, все в порядке, сегодня же воскресенье, так что мне не нужно было идти в вечернюю школу Но сегодня, правда, был очень напряженный день Папа, ты самого-то виноват Ты же отлично знаешь, что нам нападает работников Здравствуйте, европейский ресторан, короче, слушает Да, да Что? 15 завтраков, 10 зубов и мисо с котлетами? Так много? Да, да Конечно, мы сделаем это прямо сейчас, отдалтаем вам как можно быстрее Так быстро, но ты соглашаешься? Ну, Чил, у нас редко бывают такие большие заказы Как же я мог отказаться? Ну, из-за этого пришлось вызывать Маюку в такую рань Мне пришлось работать до седьмого плода Правда, ты нам очень помогла, Маюка Я обязательно заплачу тебе все, что задолжал за это время Даже если бы она нам не помогала, ты все равно должен ей заплатить Не смейся, Маюку, сверхуручная тебе тоже заплатит Ну, это... Я сказала, заплатят Здравствуйте Прошу прощения, но у нас перерыв А? Наконец-то я тебя нашла Чиаки? Сначала я зашла в баню, но там сказали, пускай тебя здесь А, Маюка, ты когда твоя подруга? Садитесь, пожалуйста Папа, два кофе со льдом За счет заведения Ладно, ладно, извините Возвращайтесь Маюка, давно хотела тебя спросить У тебя есть? А? У тебя есть кого-нибудь? Вообще-то нет А этот парень с дредами, который в тот раз ходил с нами в баню Он разве не твой бойфрейм? С дредами? А, Генза? Не, нет, он просто друг детства из моего родного города Так что ничего такого А, понятно Тогда как насчет вечеринка? Мы с подругами из вечерней школы собираемся Устроить тусовку с парнями из колледжа И они берут на себя все расходы, разве не здорово? Ну, насчет тусовки? Просто посидим и поболтаем Вечеринка? Ну, Чи, это... Что же мне ответить? Я в жизни не была ни на одной Ух ты, звучит весело Маюка, почему бы тебе не пойти? У меня совсем нет опыта в таких вещах Да все нормально, Маюка У тебя же постоянно нет денег Почему бы тебе не воспользоваться случаем И подцепить пару богатых пареньков? Как тебе не стыдно, Чи? Не будь такой тиничный Ладно Мы договорились на вторник, когда у нас не будет занятий Ну, что скажешь? Значит, послезавтра? Ты всегда так занята? Похоже, у тебя просто нет времени, чтобы найти себе парня А тут такой случай Парня? Ага На худой конец просто разбеешься, поболтаешь с ними Пойдем, а? Ну, я подумаю Ну, так ты идешь, а? Ладно Уговорила Добро пожаловать Что-то вы сегодня рано А, сегодня большой заказ, так что мы закрылись пораньше Ура, мы первые Один взрослый и один детский Спасибо Папа, ты взял шампунь? О нет, я его забыл Что, опять? Тогда вот, возьми мой Ты должен хорошенько вымыться Спасибо Только весь не истрать Как попользуешься, оставь его здесь Ладно, ладно О, вечеринка Мальчики в школе же все равно не в моем вкусе Это испорченная молодежь, которая тянет деньги за родителей Как-нибудь другой раз Понятно Да вечерние студенты, как ты Думаю, это подходящий случай, чтобы просто развлечься Почему бы тебе не пойти и повеселиться немного? Да, но я никогда раньше не была на этих вечеринках Так что Как-то не хочешь идти? Да нет, мне интересно посмотреть, что это такое Я хотела бы пойти, но Я думаю, будет здорово Тебе же нужно хоть изредка общаться с молодежью Здесь вонаханье ты только и видишь, что одних стариков Надо же когда-то начинать Это правда К тому же, это всего лишь вечеринка Расслабься Тебе же нужно изредка снимать стресс и отдыхать Да, вы правы Лечу Так что это за вечеринка? Ния, а что ты здесь делаешь? Вечеринка это что, какая-то еда? Не твое дело Ага, значит точно еда Вы тут собрались есть что-то вкусное, как всегда, без меня Это не еда Между прочим, а что ты делал на крыше? Я там собираю новую тарелку Не смей это делать на крыше А я еще удивлялся, откуда в моей комнате опять столько барахла? Только это твои круг дела Смотри, Ния, если крыша опять появится, дыра Э? Вечеринка это что, сборочи шпаны, где будут обедаться всякой спуснятины? Не совсем так, но что-то вроде этого Если бы сейчас была бы осень или зима, я бы смогла это надеть Но сейчас середина лета Почему тебя не устраивает твоя обычная одежда? Ты же просто идешь на банкет Это не так Я должна быть хорошо оден, иначе я буду сидеть со парней Тоже мне проблема Ну ладно, я покажу тебе одно из моих сокровищ Что, каких еще сокровищ? Гляди Я нашла это в одной из лачу подня кратера Ух ты, отлично выглядишь Неужели ты думаешь, что я надену такую дыраскую вещь? А это тебе для современного разговора Используй эту книжку И что тут? Эй, Боб, хочешь пошлую шутку? Чего вообще между голубым и холодильником и костраумным? Этим шутками Майока будет Возьмем программу В лухобойок вы можете засунуть свою систему Всего просто в восторге Что же несла такую пошлятину? А что такое? Я просто хочу тебе помочь Просто оставь меня в покое Тогда я пошла доделывать тарелку Не смей делать это на крыше Если ты опять разломаешь крышу, останешься безумно Зря так волнуюсь насчет одежды Пойду как есть Эй, а ты утащишь для меня с этой вечеринки? Что-нибудь поесть? Спасибо, спасибо, что заглянули Что? Чтобы ради тебя так позорилось? Черт, жадина Майока, а? Эти девочки пойдут с нами завтра Думаю, ты их уже знаешь Мы учимся в одном классе Ага, привет Вот уже не думала, что Чикасаки тоже с нами пойдет Почему? Ну, она же всегда такая занятая Мне казалось, что ей будет неинтересно Я тоже так подумала И я тоже Да чем это вы? Майока тоже хочет повеселиться Ведь так? Ну да, я думаю, было бы неплохо Но это так неожиданно Ага Ну ладно, тогда до завтра Пока Так это ничего, что я с вами пойду? Что? Ну конечно, что тут такого? Ну, мне показалось Пожалуйста, приходи Все будут рады, если ты придешь Они хотят по мнению с тобой познакомиться Вот значит как Я знаю, но Я уже достал тебя с вами уговорами Нет, нисколько Правда? Ага, я правда хочу куда-нибудь сходить Понятно Это здорово Алло Да, да Со мной придет достаточно девушек Как раз по числу парней Да, конечно Можешь не беспокоиться Отлично, увидимся Изина, сейчас мне пора пойти Присмотреть для нас место Так что до завтра Так что до завтра У меня уже такая гриба отросла Добро пожаловать Что вы хотите, сделать причастку? Нет, нет, извините Не надо было мне вот так вот убегать Как же я устала Черт, сегодня ничего не слышно Черт, сегодня я не могу Алло, Чиаки? Это Маюко Чигасаки. А, Маюко? Ты что, еще дома? Прости, Чиаки, но я... я не смогу. А, что, извини, но тебя очень плохо слышно. Понимаешь, я... Что, ты не придешь? Как жаль. Она говорит, что не сможет прийти. А, серьезно? Ладно, позову тебя в другой раз. Хорошо, извини меня. Не расстраивайся, до скорого. Ага, мне правда жаль. Спасибо, что разрешили позвонить. Подожмите. На этой неделе у нас опять было так мало клиентов. Мы снова остались здесь прибыли. Что? Маюка? Разве ты сегодня не собиралась куда-то пойти? Ага. Так что же случилось? Мне кажется, такие вещи совсем не для меня. Что? Так ты не пошла? Мне совсем нечего одеть и нет денег даже на стрижку. Я бы неудобно себя чувствовал, попадя в этом. Правда? Ну это же просто вечеринка. Так что идти или не идти решать тебе. А? Ну тебе сразу надо было определиться идёшь ты или нет. Что? Если бы ты с самого начала не хотел идти, тебе надо было так и сказать. Ну, наверное. Ну, наверное. Ну, не воспринимай это как нравоучение. Ну ладно, мне надо закончить с этим счётом. Ну ладно, я сейчас иду. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну ладно. Ну ладно, я не знаю. Эй, Майо, а что у нас сегодня на ужин? Ого! Рыба! Да еще жареная! Понятно. Майо, ты опять хотела съесть все сама? Это уже слишком. Можешь ее съесть, если хочешь. Правда? Тогда спасибо! Ты такая грустная, Майо. Хочешь половину? Не упрямся, давай ешь. Со мной все в порядке. Черт, да что с тобой? Я предлагаю от всего сердца, почему ты отказываешься? Я ложусь спать. Правда? Эй, Майо, ты в последнее время не слышала странных звуков, когда была на крыше? Нет. Ну, а я слышала. Был ясный день, я мастерил тарелку на крыше, и вдруг услышал этот звук. Я не знаю, что это, но я это слышала. И еще тогда был очень хорошо виден главный корабль. Интересно, может, этот главный корабль хотел мне что-то сообщить? А ты что думаешь? Эй, Майо, Майо, эй! Заскнись! Но... Я ничего не знаю об этом главном корабле. И нет никакого дела до этой тарелки, которую вы пришли сюда притащили. Ты что, берены объелась? Да и вообще, я тебе не верю, у тебя же нет антенны. Даже если главный корабль что-то и передавал, как-то неполноценная седьмая могла бы это услышать. Заколделая расистка! Как ты смеешь так меня унижать? Ты возила мне нож прямо в сердце. Давай, выходи! Эй, ты, мамонт, исторический. И сейчас я тебе хобот-то оторву. Когда ты злишься, ты похожа на вторую коргу. Ты так и помрешь, старый делай. Это просто ужасно. Я очень сильно озадачен. Я знаю, ты тоже это слышал, тут странный звук. Какая же я нерешительная и робкая. Я сама не знаю, чего хочу. Я не способна принять даже простое решение. Этот разговор с Котоми-сан совсем не видел у меня из клея. Я сорвал зло на Нье. Я? Кто же я на самом деле? Что это? больно что на работу пошла? ну а я спал на крыше вот утром стало прохладно хоть сейчас и лето я еще так славно с ней грохнулась ну пойду я досыпать Доброе утро, Ния. Очередная встреча на Гуньяна Наханы состоится сегодня вечером Ну что, опять? У меня не так много свободного времени, как у некоторых иностранных торговцев езди так, но ты, как всегда, сможешь бесплатно поедет хорошо, тогда, может быть, я и выкрою минусу ага, значит, ты придешь структура а 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 эй майю я хочу есть что завтрак еще не готов а чтоб я маю маю завтра что случилось не мая ушла и даже не приготовил завтрак у маюка наверное не хватило времени она же и учится и работает черт какая наглость это что за эгоистичная молодежница пошла она даже не подумала приготовить завтрак своей соседке перед уходом ладно теперь у меня нет выбора чтобы не умереть голду придется идти на эту встречу инопланетян что еще до встречи инопланетян внимание будьте осторожны на первую платформу прибывает поезд пожалуйста оставайтесь за белой линии ну это же просто вечеринка и киньей и решать на мальчан но сначала ты определить хочешь что-то дойти или нет у тебя даже не пандемно даже если главный корабль что-то и передавал как такая неполноценная седина этот путь могла бы это услышать и 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему бы и нет? Все инопланетяне братья, верно? И значит, должны помогать друг другу, чтобы сохранить их единство. Ну же, ну, там драться нехорошо. Согласно зренной индийской легенде, если вы вместе попробуете кэрри, вы будете жить в мире и согласии. Ты сам придумал этот чуд. Как не пудрить мне мозги своими дурацкими выдумками. Давайте все успокоимся и просто поедим кэрри. Но мне совершенно непонятно, почему мы должны есть его. Ну и не ешь, мне больше достанется. Это кэрри с маком так пахнет. Да, и на вид какое-то странное. Блоды. Она что-то запаздывает. Ох, что не ее. Славно подкрепились. Я просто объелась. У меня больше не влезет. Воды. Ну, раз все закончили дегустацию, до сегодня встречи инопланетян заканчивается. Как это заканчивается? Мы даже ни одной темы не обсудили. Какой еще тема? Как это такой? Улучшение поддержания статуса инопланетян района Эмэханы. Ах, да. Что? Ты знаешь, в последнее время я часто слышу какие-то странные голоса и звуки. Голоса? Какие еще голоса? Ну, я не уверен, что это был голос. Что-то вроде... Что-то вроде звука, возникающего и звучащего прямо в моей голове. Похожего на голос. Вот я подумала, может кто-то главный корабль хочет нам что-то передать? Главный корабль? Главный корабль? Эй! А вы что, ничего не слышали? А? Что? Ты что, дура? Или ты объелась какой-нибудь дряни, и у тебя галлюцинации? Обломки главного корабля мертвы с незапамятных времен. Как он мог подавать какие-то сигналы? Но я правда слышала голос, исходящий из главного корабля. Что? Чушь какая. Даже если произошло чудо, и главный корабль стал подавать сигналы? Почему такая никчемная, безантенная инопланетянка, как ты, его услышала, а такая элита, как я, вовсе нет? Как ты посмела сказать такое? Дискриминационное заявление. Своей речи тут нарушаю закон о защите прав инопланетян, глава номер 1211, которая гласит, что все инопланетяне являются братьями. Штраф 500 ген с немедленной оплатой. Давай плати, кредитки тоже принимаются. Я что, похожа на идиотку? Платить штраф только за то, что я сказала правду. К тому же, сама первая начала вешать нам лапшу на уши. На генетянку, которой на голове дурацкий леденец на палочке. Никогда бы не услышала сигналов от главного корабля. Что ты сказала? Ну ты сейчас получишь. Вы обе, пожалуйста, успокойтесь. Как я могу успокоиться? Ну и сейчас тебя... Нет, лучше еще поешьте, мою кэрри. Свинято. Заказано еще один китайский колобок из риса. Спасибо. Опять у нее настройка сбилась. Я пришла. Ну и ведь и муха же сегодня была. Я бесплатно наделась под завязку и неплохо развлеклась. Да? Неужели? Котлеты! И еще рыба! Что с тобой случилось, Майю? Ты закатила для меня такой банкет. Вот еще, размечталась. Я приготовила твой сень для тебя. И к тому, что сама сказала, что уже наелась досота. Да что с тобой такое? Со вчерашнего дня ты как с цепи сорвалась. Просто оставь меня одну. Какая ты грубая. Я просто побеспокоилась о тебе. Ничего не хочешь мне рассказать? Если что-то беспокоит тебя, кружка не попробует помочь. Я сказала, оставь меня одну. Ты что, с первого раза не понимаешь? Да что такое-то? Это просто хамство. Ты что с того? Если тебе что-то не нравится, почему ты не уходишь отсюда? Ты же все равно здесь только бесполезная нахерпница. Ты думаешь, что у тебя есть право говорить не такое? К тому же, нахлебница это ты, Майоко. Я первая здесь поселилась. Меня не волнует, что ты там говоришь. Но это правда. Я просто завидую твоему эгоизму. Похоже, пустоголовым тупицам живется так легко и просто. Да неужели? Тогда почему бы тебе не стать неполноценным седьмой? Тебе даже не понадобится антенна, так что это будет неправильно. Трудно. Даже в шутку не говорю ни такого. Если со мной случится что-то вроде этого, я скорее повешу. Почему это? Не думаю, что я такая же, как и ты. Такая же пустоголовая, неполноценная англантянка. Ну все, с меня хватит. Я пошла спать на хрюшу. С Майо явно что-то не то. Она всегда такая расстроена, потому что ей не хватает еды. Знаешь, так портят людей. Верно, Вабака? Вот и отлично. Лучше я съем все одна, чем поделюсь с такой тупикой, как она. Но почему? Но почему тебе получается именно так? Котлеты. Котлеты. И рыба в придачу. Вот еще, размечталась. Я приготовила твой сень для тебя. И к тому же ты сама сказала, что уже наелась досота. Ну если Майо так длится, потому что ей не хватает еды, ей попробовать ей помочь. Ну, я поеду. Хорошо. Поосторожнее с этим велосипедом. Хорошо. Хорошо. Почему она сегодня такая расстроенная? Кто знает. Похоже, скидов не в курсе, что-то сильно беспокоит. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброе утро, Майо. Доброе утро, Майо. Доброе утро, Майо. Доброе утро. Вот, возьмите. Да, спасибо. Сейчас посмотрим, что нового в разделе слухов. Эй, пап, посмотри, что там в моем гороскопе. Эй, подожди секунду. Позволь сначала своему отцу посчитать газету. Эй, Майо-ка. Давай сегодня поиграем в видеоигры, ладно? У Майо-ка что-то случилось. Просчитай мой гороскоп. Ну ладно, ладно. Давай посмотрим. Для Девы, рожденной в Майо. Как всегда, ненадежный член вашей семьи доставит вам неприятности. Что за глупости? Это же полное вранье. Правда, Чир? По-моему, уточнений не бывает. Да? Да? Да. Продолжение следует... 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 Генза, встань под зонт, ты же промокнешь. Если тебе было шесть лет, значит мне тогда было семь. Ты что, не помнишь? Нет. Понятно. Э, Чигасаки. Ты что будешь делать после окончания колледжа? Ну, думаю, начну работать в какой-нибудь компании, а потом... А потом... Что же я буду делать потом? Поступить в вечернюю школу, потом окончить колледж, а что будет потом, не знаю. Думаю, я еще не решила, чем дальше буду заниматься в жизни. Чигасаки, ты больше не пишешь свои истории? Истории? Я помню, когда мы были детьми, ты часто мне их рассказывала. Ты постоянно их придумывала. Я придумывала? Ты плакса, Генза. Плакса? Точно. Когда соседские мальчики дразнили меня и доводили до слез, ты всегда прибегала, чтобы успокоить меня. Ты говорила, что расскажешь мне новую историю, если я перестану плакать. Да? Я совсем этого не помню. А вот я помню, отлично. Твои истории всегда были немного странные. Но я видел, что тебе нравилось рассказывать их. Мне нравилось? Тогда, в детстве. Я всегда был так рад слушать твои истории. Почему? Я не знаю, почему. Может, потому что ты выглядела такой счастливой, когда я их рассказывала. Наверное, поэтому. Дождь, он кончился? Да. Генза. Спасибо. Ну, я как-нибудь принесу тебе еще риса. Улия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А как ты? Правда? Я рада. Да, кстати, я только что видела Генза. Да, малыша Гена из семьи Самейя. Да, хотела спросить, мои старые записные книжки ещё дома? Те, в которые я ребёнком записывал свои истории. Записные книжки? Да. А ты можешь вспомнить, где они могут быть в доме? Нет, я не очень хорошо помню, где они лежали. Да, помнится, ты любил сочинять всякие истории, прям как твой отец. Если я найду твои записи, я обязательно тебе их вышлю. Спасибо. Чёрт. Что-то я не вижу здесь горы и сокровищ. Да! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Странный какой-то мусор. Что-то мне не по себе. Продолжение следует... Неужели ты и вправду сюда пошла? Так ты будешь покупать или нет? Скупка мусора из пораженной зоны вообще-то незаконна. Я не хочу неприятностей. Если кто-то узнает, откуда всё это... Не хочешь покупать или не надо? Тогда я отнесу это другому скупщику. Эй, погоди секунду. Сейчас посмотрим. Я больше не хочу. Я просто не выдержу больше. Сборная модель черепахи из экологически чистых продуктов? Продуктов? Эй, я дома. Радуйся, Майю. Сегодня я принесла домой кое-что вкусное. Что? Это для Майю, которая очень нервная и из-за нехватки вкусной еды. Страшки Нии симпатошно шло, чтобы заработать подарок для тебя. Давай же, давай же, открывай. Ния. Как же я устала. Ну, эти атлеты для Нии. Спасибо. Пойду-ка я в баню смывать трудовой пот. Ох уж это Ния. Быть такой доброй не похоже на неё. Это сделает вас человеком полным энергии. Сборная модель черепахи Кима Кэрри. Ограниченный выпуск. Она, похоже, ошиблась. Просто купилась на рекламу. Прощайте. Что это значит? Не понимаю. Прощайте. 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 Что же это сказал? Прощайте. Что это вообще было? Прощайте. 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 Ну и ладно, какая разница? Как же я хочу есть, что завтрак еще не готов? Это же белый рис! Точно! А сегодня даже с гарниром! Сука, все вкусно! Майя, что случилось? Еще раз заходил в Гензе, принес мне немного риса! А сегодня утром после работы! Жена владельца газетного киоска, давай мне соленых слив! Фантастика! Ну давай есть! Эй, Майя, а это соленые сливы не для того, чтобы на нее смотреть? Я же могу ее съесть, а? Конечно! Спасибо! Хорошо-то как? Благодаря тому, что ты бедная, одинокая студентка, люди просто дарят нам еду и ничего не просят взамен! Что в этом хорошего? Добавки, пожалуйста! Тебя хватит! Что, почему нет? Потому что если дать тебе есть волю, ты немедленно смела будут сюда крошки! Но что с того? Если ты не будешь наедаться в прок, тебе не выжить, когда наступит новый ледниковый период! Есть хочу, умирай от голода! А ты, значит, не замерзнет! Я хочу еще! Я же сказала, хватит! Черт, жадина! Кенчи-кенчи! Кенчи! Было вкусно! Доброе утро, Яшуока-сан Доброе утро Вот, пожалуйста, выпей ячменного чая Спасибо Просто отлично Доброе утро Котоми-сан Доброе утро, Маюка, Яшуока-сан Что, сегодня у нас будет очередное совещание? Нет, ничего такого Просто сегодня у меня выдался свободный денек А, вот значит как Сегодня опять будет жара Вот, возьмите Спасибо Как хорошо Это место всегда так помогает мне расслабиться Тогда просто отдыхайте У вас же выходной Да? Вы правы? А, вы постригаете ваш бонсай? Да Похоже, это тонкая работа Да Котоми-сан сегодня не такая энергичная, как обычно Наверное, она сильно устает Половину своего времени она проводит работу в своей компании в Токио А другую половину здесь Но все, что мы можем, это только удерживать баню на плаву Да Понимаю Ты только подумай, Маюка У нас наконец получилось Что вы хотите сказать? Нас откупили А? Сегодня наш ресторан откупили для проведения огромной вечеринки Целый ресторан Ух ты, это же просто здорово Конечно, это здорово Для этого потребовалось время Но теперь мой ресторан имеет хорошую репутацию Это точно И все это благодаря моему тяжелому труду и старанию Да, да, труду Кстати, Маюка Да Извини, что прошу тебя Но ты можешь сходить за покупку Вы хотите, чтобы я сходила? Я не ожидал такого большого заказа И имеющихся продуктов явно не хватит Ты сможешь все купить в универсале возле вокзала Вот тут я записал все, что нам нужно Хорошо Я возьму Я тоже пойду, ладно? Хорошо Ну сразу же возвращайся Конечно Мой отец из-за этого заказа просто полон энтузиазма Я знаю Жаль только, что он не может быть таким энергичным всегда Обычно он такой ленивый Но когда я его вижу таким, полным рабочим задора, я... Счастлива? Ну да Если мой папа будет лениться, ничем хорошим он не кончится Ну ладно, пойдем, Маюка Да Сколько же здесь еды? Вот это состоящий супермаркет Маюка Что ты там делаешь? Иди сюда Извини Помидоры и огурцы, бекон и... Что там еще надо было купить? А, дальше по списку Оливковое... Оливковое масло, верно? Наверное, это здесь Наверное Простите Давай посмотрим Вот, нашла Это же оливковое масло Если жарить на этом масло, и овощи будут грязно Оливковое масло Правда? А мой папа использует Вот оно Вот его любимое масло Он говорит, что оно самое лучшее Правда? А чем они отличаются? Так, теперь дальше Маюка, сюда И захвати еще одну корзинку Хорошо Так, осталось купить только капусту и картофель Кстати, Маюка Не хочешь стать моей новой мамой? Так как мой папа хозяин ресторана А иди, тебе точно не придется беспокоиться Но думаю, ты не согласишься Иди, у тебя уже есть ухажер Вот парень с драдами Так ведь Чи, все Все совсем не так У меня все в порядке Я просто пошутила Ну, а теперь пойдем за картофелем Черт Мне-то бывает трудно понять, милое еще или противное Маюка, давай быстрее Ладно Братец Чем могу помочь? Эти пакеты с картошкой упакованы совершенно по-разному Так что, наверное, я могу рассчитывать на скидку Ну, они же одинаковые по качеству Но товарный вид тоже важен Вот, взгляните Хорошо, ваша взяла Скидка 10% вас устроит? Вот это лучше Получилось Правда, ведь сработало По-разному упакованный картофель может очень даже пригодиться Просто отлично Я могу сама попробовать такой трюк Маюка Да, иду У вас 8124 иены Тогда можно добавить к этому еще одно мороженое? Пожалуйста Да, конечно Небольшая премия за наши труды, а? Вот столько всего накупили Что, устала? Нет, я в порядке Вот, держи половину Спасибо Холодная Холодная Извини, что мы потратили твое время на хождение за покупками, Маюка Кстати, ты так хорошо разбираешься в продуктах Это потому, что мы держим ресторан Да, это так, но Смотри, черный ястр До моего рождения Мой папа был художником Он открыл ресторан только после того, как я родилась Вот как? Так Но он говорил мне, что открыть ресторан Было одним из его заветных желаний Так значит, он взял твое имя и открыл ресторан короче Не напоминай мне об этом Мечта твоего отца сбылась В том числе и с твоей помощью Ты говоришь так, будто это что-то особенное Но с этой новой работой он теперь так счастлив Так что, думаю, это не так уж и плохо Так значит, тебе это тоже нравится? Ты это про что? Это было вкусно Слушай, Чир А кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Пока не знаю Я же еще ребенок Ну да, правда? Эй, Маюка, твое мороженое Не повезло Ну ладно, нам пора возвращаться Вы проиграли Как насчет моей еды? Да-да, сейчас все будет готово Закрыто на спецобслуживание А, Маюка уже готова? Да Спасибо Что-то Маю опаздывает А не, я такая голодная Чир Чир, ты выключишь свет снаружи? Ладно Я сама справлюсь, ладно? Хорошо Маюка, ты нас сегодня просто спасла Ну, чир, это было не так уж и трудно Со стороны может показаться, что и она здесь всем заправляет Она тебя, наверное, совсем загоняла Да нет, все в порядке Правда? Вот и славно О чем вы тут разговариваете? Мы обсуждаем ваш сегодняшний проход за покупками И еще твои небольшие дополнительные затраты Что? Я все знаю, обманщица Это же значит, что в чеке Попалась Сегодня я закрою на эти глаза Но в следующий раз за покупками Маюка пойдет одна Понятно? Да, вот и хорошо Ну, тогда на сегодня все Как, пойдем в баню, чир? Тогда я пойду, соберу наши вещи Ладно Спасибо, что пришли Прощайте Эй, папа Смотри туда Это же светочки Верно? Надо же, сколько их тут Как красиво Я никогда раньше не видел Живых светлячков Это так Раньше они были по всему Но в последнее время я давно их не видел А я и не знала Когда я был молот Этот город был лучшим местом, где они водились Твоя мама очень любила гулять по Инахане ночью И любоваться светлячками Правда? Тогда я поймаю парочку Чи? Он улетел Ты специально это сделал? Не нужно их ловить Пускай они будут как есть Почему? Они очень хрупкие И скоро их уже не будет Прощайте Прощайте Значит, прощайте Эй, Чи, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Я еще не знаю А как насчет меня? Кем же я хочу быть? Простите Я сходила в баню А, да Спокойной ночи Тогда я пойду Маюка Да? Маюка, если вдруг Если баня Инахана Что насчет баня Инаханы? А, извини, извини, ничего Спокойной ночи Спокойной ночи О, нет Я забыл накормить Нию Ния, насчет ужина Ния? Ния? Как это похоже на Ния? 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 Куда она отправилась на этот раз? Ну и ладно Как проголодается, сразу вернется Но Ния, эта ночью она так и не вернулась Ния не вернулась Ния не вернулась Ний, она так и не вернулась Ния, тура не вернулась Ния не вернулась Ний, Bubная osoя – это несается Ний, rotatingantom Ния не вернулась Это ты? Ния! Котоми-сан, Котоми-сан, вы простудитесь. Наверняка она сильно устает. Половину своего времени она проводит работа в своей компании в Токио, а другую половину здесь. Но все, что мы можем, это только удерживать баню на плаву. Майоко-сан, если вдруг… Если баня Инохана… Они расцвели? Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! А, доброе утро, Майоко-сан! Доброе утро! Эти цветы такие красивые! Да, они наконец расцвели. Я думаю, наши посетители будут рады, если мы поставим их здесь. Да, кстати, вы нигде не видели Нию. Нию? Вчера она так и не вернулась. Кто знает. Скорее всего, она опять бродит по окрестным палкам. Как всегда. Наверное. Так и есть. Она тебе нужна? Да нет, ничего такого. Ничего важного. Уже пора идти. Ах! 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 Глупая маленькая нахлебница. Куда же она пропала? Внимание! На платформу номер один прибывает поезд. Пожалуйста, оставайтесь за белой линией. Майюка, жарко, правда? Давай зажимся. Еще немного, я просто расплавлюсь. Я в порядке. Холодная. Прости меня за тот раз. А, ты про что? Про вечеринку. Я не держал своего обещания. А, вот ты о чем. Все нормально, не беспокойся. Держи. Спасибо. Как там я? Ну? Все делает в своей тарелке. Да, она никогда не изменится к лучшему. Это совсем не так. Что? Мия создает МВО совсем одна. Это же проявление космического сознания. Его преобразование и воплощение. Ну? Она символ, посланная нам свыше. Ну, как статуя свободы. Статуя свободы? У вас, наверное, каждый день полон приключений. Я так тебе завидую. Это совсем не так здорово, как ты думаешь? От нее постоянно одни неприятности. Ничего, если я как-нибудь еще к вам загляну, а? Конечно. Не. Как бы сказать, она такая необычная. Мне кажется, она живет так, будто ей нет никакого дела до всего мира. Но это хорошо. Значит, она и вправду свободна. Свободна? Свободна. Я дома. Продать. Продать баню на Ханне? Возможно. Но еще ничего не решено. Кое-кто проявляет сильный интерес к покупке земли и самой бани. И землю тоже? Понятно. В наши дни такие предложения поступают нечасто. Я правда люблю это место. Но я не хочу его продавать. Скорее всего, я продолжу управлять баней. Ведь все так усердно работают. Но я думаю, баня на Ханне принадлежит всем нам. Так что я хочу знать, что вы об этом думаете. Я давно уже здесь работаю. И мне будет очень жаль, если наша баня закроется. Но... Но может быть это и правильно? Конечно, это грустно, но времена меняются. Хотим мы этого или нет. Еще слишком рано принимать конкретное решение. Я решила, что нужно сначала узнать ваше мнение, чтобы быть уверенны в своем решении. Ну ладно, уже пора открываться. Давайте сегодня поработаем особенно усердно. Да. Баня на Ханне может скоро закрыться. Даже от одной этой мысли становится грустно. Котоми-сан изо всех сил пытается сохранить эту старую баню. Работая на двух работах, что я могу сделать, чтобы помочь ей? Отсознание, что ничего становится еще хуже. Это... Моееееее... Воз�부ет... Котоми-сан. Котоми-сан. Котоми-сан Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Ту, которая фанатом Луо. Да, правда. Ну, а я... Сначала я удивилась, но потом эта штука стала обычной частью пейзажа. Теперь это кажется совсем обычным, чем бы это ни было. Ея говорила, что эта штука обращалась к ней. Правда? Тогда я решил, что это ее очередная глупая шутка. Но сейчас... Ну, о ней мы знаем совсем немного. Может, на этот раз она говорила правду? Но как это может быть? Ведь у нее даже антенны нет. Точно. Послушай, она скоро вернется домой. Так что не волнуйся. Я знаю. Знаешь, я иногда завидую Нии. Она всегда такая свободная. Свободная? Да, иногда я ей завидую. Вы завидуете Нии? Этой ленивой и жадной и глупой нахлебнице? Ну, может, совсем чуть-чуть. Но этой ночью Ния тоже не вернулась. И даже при том, что дела идут неважно, и мы всегда в долгах, я просто не могу представить, чтобы баня Инахана закрылась. Я думала, она будет всегда. День идет за днем, а Нии все еще нет. Где же ты, Ния? Мне уже начинает казаться. Что она больше никогда не вернется. Доброе утро, Майо. Уже прошло много дней с тех пор, как Ния пропала. Может, поставить эти цветы вот здесь? Да, они хорошо смотрятся. А может, лучше поставить их вот сюда? Можно и так. А, ты уже вернулась? Доброе утро. Доброе утро. Да, Майо-ка, насчет той дыры в крыше. Да. Мы долго это откладывали, но я, наконец, вызвал ремонтников. Извините, что помешал. Спасибо за работу. Чтобы починить это, понадобится не меньше недели. Да, наверное. А временный ремонт был сделан неплохо. Хотя, я думаю, дождь все равно немного протекает. Да, чуть-чуть. Мне тут рассказывали какую-то фантастическую историю. Знаете, трудно поверить, что в вашей комнате побывал сбежавший слон. Да, это правда. Котоми-сан, что вы тут такого наговорили строителям? А что? Может, лучше было сказать, что на нашу крышу сбросила бомбу птичка? Это еще хуже. Они сказали, что придется работать целую неделю. Для хорошей работы нужны не только деньги, но и время. Извините. Тебе не нужно извиняться. По правде говоря, нам давно следовало починить крышу. Не вечно жить с этой здоровой над головой. Нужно успеть заделать ее до наступления холодов. Лето уже почти кончилось. Ну, еще есть и другая причина. Я хочу починить ее до того, как возможный покупатель придет посмотреть на баню. А, вот как. Понятно. Вообще-то Татаниэ пробила эту дыру. Возьмите. 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 Так лето и правда кончилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Никогда не существовало. Подождите, один момент. Извините. Но официальный напоминетян в виде неполноценных каток не существует. Если вы увидите эту особенность, попросите ее перерегистрироваться в неполноценную катку. Подождите. Значит, они даже не слышали о неполноценных седьмых. Зря я туда пошла. Актуалер Маюка, тебе пришла бандероль от твоей матери. Спасибо. Дорогая Маюка, после нашего телефонного разговора, я искал твои записные книжки, но пока их еще не нашла. Но я нашла много старых фотографий, которые высылают с этим письмом. Ух ты! Это же баня Инохана. Старые времена. Это же... Маюка. Котоми-сан. Я же была здесь, правда? Мы все жили здесь. Так ведь? Очень долго. Да? Котоми-сан. Если это место закроется, это будет так грустно. Так грустно. Я... Извините. Я... Все будет хорошо. Прости. Маюка, иди в баню первый. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Прости. Как же хорошо лежать в ванне. Да, это просто прекрасно. Еще бы. Чувствуешь, будто взлетаешь. Еще бы здесь вкусный ужин, и тогда я точно буду как в раю. Глупая, ты, глупая ленивая инопланетянка, где тебя черти насилия? Если ты еще раз надумаешь пропасть, ради бога, но сначала предупреди. Конечно, меня это не касается. Но я все-таки волновалась. Так, между прочим, официально тебя вообще нет. Ты хоть это понимаешь? Я столько хотела тебе высказать, когда ты наконец вернешься. Хорошая ванна. Капли воды текут по спине. Но теперь это уже не важно. Я просто заново родилась. Теперь все, что мне нужно, это первоклассный ужин. И на какие деньги? Ты глупая, ленивая и неполноценная. Эй, что за российские высказывания? Ты разбила мое нежное, хрупкое и невинное сердце инопланетянки. И оно не вылечится, если ты не закажешь для меня суши. Моего глупая, жадная и бедная, вечерняя студентка. Ты думаешь, я на это куплюсь? Ты глупая, неполноценная, седьмая. Ты опять это сказала? Российская галделая. Как мы можем позволить без суши? Ты бесполезная нахлебница. Получи. Только попробуй. А это что еще? А это? Миля, твое любимое. Суши. Чего? Ты хвалила старым уксусом слипшиеся комки риса и у тебя хватает наглости на называть их суши? Это что за штучки такого странного цвета? Что, пили лососья, конечно? Да это же просто зеленый горошек. Ух ты. Макрель. Это же нечестно, Майя. Почему тебе досталось Макрель? Потому что я тут главная, а ты нахлебница. Так что все просто. Но крошка Нью тоже хочет. Какая же ты наивная. Ты правда думаешь, что я дам свою сушу безработной нахлебнице? Что? Тогда я сама его заберу. По области объявляется штурмовое предотвеждение. Сильный ветер с дождем усилится к середине ночи и продолжится до утра. О возможных изменениях погоды будет сообщено позднее. Ты съела суши с Макрелью? Надеюсь, наша крыша выдержит. Малюка, я надеюсь, что эта Макрель была не свежая. Ты отравишься и будешь всю ночь мушиться животом. Не надо покарать. Крыша. Подмостки. Это все потому, что ты съел с суши в одиночку. Это даже лучше, чем если бы эта Макрель была испорченной. Мне уже надоело. Просто держи грезент. Так как я выполняю тяжелую физическую работу, я могу рассчитывать на большое вознаграждение. Верно? Ты неисправима. Я уже решила, что я хочу столько суши, сколько смогу съесть. Значит, ты уже решила и начиная с сегодня у меня на ужин будет каждый раз новое блюдо. Сейчас на время дурачиться. Неужели? Когда может на меня уйти? Нет, подожди. Не валяй дурак, хочешь я отдам тебе свой дикарпетоненный запас сардинку? Да, повезло. Но у меня осталась только одна банка. Так что не съедай их за один присед. Ладно? Это вся еда, которая у меня есть за следующие зарплаты. Поняла? Конечно. Значит, договорились? Не отпускай. Какой ужас. Меня так просто не возьмешь. Я имел в виду черепицу. Ты знаешь, сколько нам придется заплатить, чтобы купить новую? Какая же ты гадкая, Маюка? Я ухожу. Не, что ты делаешь? Держи свою сторону. Что с тобой? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Е! Мия! 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 Продолжение следует... Прощай их. Что? Ещё увидимся. Это было похоже на солнце. В эту ночь главный корабль просто исчез. Кажется, что-то после этого изменилось. Но что-то осталось прежним. Прощай, сказала тогда Ния. И именно так закончилось это лето. Ния, пора завтракать. Да, еда. Интересно, а что у нас сегодня на завтрак? Это... И это мой завтрак этим новым осенним утром? Слово осень. Так созвучно с сезоном Масутаки. Как изящно. Очнись, Маю. Если ты уже начала есть фотографии из журналов, значит с тобой всё кончено. Это вовсе не так. Я хочу иметь хотя бы иллюзию выбора. А настоящий завтрак? Вот он. Но он же пустой. Да что ты понимаешь? Там ещё осталось немного вкусного запаха. Всё, что только нужно. Что нужно? Это вздохнуть его. Запах полный осеннего аромата пролит через заглотку прямо в мозговые центры насыщения. Ужас, какой ужас. Похоже, от постоянного недоедания ты совсем съехал от катушек. Тоткнись. Так я пытаюсь почувствовать осеннюю атмосферу, потому что у меня нет денег, чтобы есть осеннюю еду. Забудь про атмосферу, но кроме меня хотя бы. Если у меня был рис, я бы не ел воображаемый завтрак. Спасибо, было вкусно. Мне пора идти. Я так хочу съесть что-нибудь вкусное, ведь если не такой богатый и напугательный Сюзан, да ты круглый год только и думаешь, что о еде. Право же. Начни же работать над собой. Что? Опять? Эй, ты как насчёт завтрака? У меня нет на это времени. Доброе утро. Доброе утро, Майо. Извините, на сколько сейчас времени? Одиннадцать утра. О нет. Извините, мне пора бежать в школу, я ушла. Доброе утро, Ешуокасан. Доброе. До скорого. Удачного дня. Моя осенняя еда. Мишинен, давай испечём баклажан с садящими листьями. Хочу баклажан. Майо. Хе-хе. 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 Это сезон для грибов. Не. Подожди, Майо. Что ты бежишь за мной? Еда. А мне какое дело? Майо. Отвяжись. Но я хочу есть. Вот она. Это Ния. Да, она безантенная. Глупая безантенная. Она идёт сюда. Эта безантенная нас заразит. Эй, вы недокормленные дети. Безантенная. Жаркие деньки кончились. Ведь осень уже наступила. Но я по-прежнему работаю и хожу в школу каждый день. Доступительных экзаменов в колледж осталось меньше 6 месяцев. Мне нужно учиться в эфирнии. Маюка. А вот Чиаки. Ты уже знаешь? Ну как же так? Моя камера постоянно наблюдала за главным кораблём. Но, наверное, из-за урагана она на какое-то время отключилась. А когда снова заработала, главный корабль уже исчез. Так что это всё, что у меня осталось. Вот эта картинка. Я? Я веб-мастер сайта по НЛО и внеземному разуму. Как же теперь быть, если моя жизнь потеряла всякий смысл? Но я должен запечатлеть это горе на твоём сайте. Она каждый день только и говорит, как о главном корабле. Да, когда-то давно. Давный корабль доставил пришельцев на нашу планету. Но теперь его нет. Тогда? В ту ураганную ночь. Я до сих пор не понимаю, что же всё-таки произошло? Всё, что я знаю, это то, что никого не волновало, что пропала Ния. И никому не волновалось того, что исчез главный корабль. Иногда мне кажется, что мир никогда не изменится. Я, ваш старый знакомый универсам, но теперь на колёсах. Если у вас есть старые газеты, неисправные электроприборы или порно-журналы, я обменяю их на кэри. Знаешь, у меня такое чувство. Этот мир и так был не очень интересен. Но теперь он потерял последний смысл. Я просто потерял цель в жизни. Да ладно тебе, Чаки. У нас же скоро экзамены в колледж. Мы должны упорно заниматься. Да, верно. Вот ваша два чая с молоком. Извините за задержку. Вы больше ничего не хотите? Нет, спасибо. Тогда угощайтесь. Всё то же самое. Но, Чаки... Неужели этот вид из окна совсем не изменился? Что, где? Ну, мне кажется, что даже в воздухе чувствуется осень. Осень? Но я не это имел в виду. Я хочу чего-нибудь более динамичного и разбуждающего. Чего-нибудь, чтобы заставить быстро длиться в моё сердце. Хотя, наверное, всё это не так уж и важно. Что это за листок? Ты подобрала его на улице? Да. Мне он кажется таким красивым. Взгляни. Этими листами усыпаны все улицы. Это очень похоже на тебя, замечать такие вещи. Правда? Может, это звучит нравоучительно, но должен спокойнее относиться ко всему. Кстати, как там дела у Нии? Ну, как обычно. Продолжать мастерить свои тарелки? Нет, с недавних пор я не разрешаю ей делать НЛО. Что, почему? От этого столько шума, так что я запретила ей делать этот экзамен. Понятно. Наверное, это трудно жить со студентом, готовящимся к экзаменам. Пожла бы ты с ней под одной крышей. Но мне нравится, когда она рядом. Ния-чан. Да, даже если она не делает свои тарелки. Я просто испытываю радость, глядя на неё. Ну, хотя она и вредная нахлебница. Я не могу ненавидеть её. Какой-то шмар! Что это? Я только что зашёл по нужде, и вот что из этого вышло. Это просто ужасно. Меня похитили казан для Кэрри, и полностью разворовали машина. Какой негодяй посмел сделать такую бесстудную вещь? Добрый вечер. О! Вы ещё не работаете? Да нет, только что открылись. Здорово, мы будем первыми клиентами. Заходите, заходите, пожалуйста. Какой зло, Чи. Нет ничего лучше, чем прийти в баню первыми. А что, ресторан, короче, сегодня закрыт? Да, у нас сегодня выходной, правда, Чи? Это по прихоти отца у нас сегодня выходной. Эй, ты же сама сказала, что хочешь сегодня прийти в баню первыми. Выходной по желанию, мне это нравится. О, нет, я же забыл убрать ту тряпку для вытирания пыли и раздевалки. Подождите секунду. Чи. А, Маюка. Добро пожаловать. Что-то вы сегодня рано. Вернулась, спасибо за работу. Добрый день. Привет. А вы не видели поблизости Нию? Дай подумать. Нию? Кажется, мы видели ее днем. Да, точно. Эй! Я заполучила целое сокровище. А ну стой! Она бежала с громадной миской пахнущей Кэрри. И за ней гнался какой-то ряженый индус. Вот значит как. Извините за задержку. Заходите, пожалуйста. Ну ладно, пойдемте. До скорого, Маюка. А, да. Хороший вам Ваня. Может поднимемся в мою комнату? Подожди минутку. Хорошо, не беспокойся. Чуть не попалась. Он мне еще пригодится. Заходи. Извини, но у меня очень просто. Извините, что помешало. Давно я здесь не была. А тут все по-прежнему, верно? Ты будешь холодный чай? Да, спасибо. Я все еще помню день, когда мы с ней взлетели в небо на ее Энлоо. Да. И после этого вашего полета начался полный кошмар. День, когда я поднялась в небо, крышу починили только к концу лета. Ой, как тут все загадочно. Ваню Энаханы. Это место могут скоро продать. И мне, наверное, придется уехать. Что, это место? Его и правда больше нет. Все думали, что он будет здесь всегда. Но вот он исчезнет совсем. Маюка, ты говорил, что давным-давно твоя семья владела этой баней. Это правда, было очень давно. Мне было около шести лет, и мой отец был еще жив. У тебя, наверное, столько воспоминаний, связанных с этим местом. Да, но я была совсем маленькой, так что помню совсем немного. Но я думаю, это место тоже исчезнет. Мне кажется. Я понимаю. Но это касается не только меня. Все чувствуют то же самое. Правда, Котоми-сан сказал, что еще ничего точно не решено. Так что мы поняли, что должны радоваться этому времени, что у нас есть сейчас. А не переживать и волноваться, что мы можем потерять это место. И мы все стали более усердными и жизнерадостными, чем раньше. Так что я не унываю. Правда. Ой, я просто думал вслух. Ты сильная, Маюка. Что ты? Это вовсе не так. Нет, именно так. Правда? Ну, не знаю. Сказать по правде. Сначала я очень испугалась. Испугалась? Да. За судьбу нашей бани Энаханы. И Ния тоже внезапно пропала. Ния? Да. Правда, она скоро вернулась. Так что я не так долго за нее волновалась. Но... Да это не так уж и важно. Я была такой уставшей от работы и постоянной подготовки к экзаменам. Так что у меня началась депрессия и полный упадок сил. Понятно. Был конец лета. Так что же со мной случилось? Я знаю. Дело не только в усталости от работы и учебы. Понятно. Это было такое чувство, как будто приближается конец света. Мое драгоценное время утекало, как песок сквозь пальцы. И мое любимое место тоже могло скоро исчезнуть. Любая мысль об этом причиняла мне больно. Или может быть потому, что Ния не была рядом. Ния постоянно утвердила мне, что главный корабль зовет ее. Так что же главный корабль хотел ей сказать, прежде чем исчезнуть навсегда. Ты получила ли Ния его послание? Прощайте. Без антенны. Иногда мне кажется, что я вообще ее не понимаю. Например, в последний раз. Достоинство. Я... Ния! Ния! Ты не забыла, что сегодня твой черед заботится о нашем ужине? Ния! Изысканный вкус осени. Думаю, я никогда ее не узнаю. Кто же она такая на самом деле? Ну, может, это и к лучшему? А, что ты сказала? О, нет, ничего. Что? Уже закат? Извини, я просто задумалась. Что с твоими часами? Они в последнее время часто отстают, а иногда и вообще останавливаются. Надеюсь, не старая. Они не слишком велики для твоего запястья. На днях я нашла дешевый магазинчик, где есть милые маленькие часики. Давай как-нибудь туда сходим. Нет, недостаточно этих часов. Их нужно только починить. Кроме того, неплохо и то, что они иногда отстают. Я же не всегда тороплюсь. Не всегда тороплюсь. Наверное, это хорошо так жить. Во всяком случае, мы с ней и поживем здесь еще какое-то время. С учетом затрат на топливо и расходные материалы, мы в этом месте даже не выгодки. Наверное, мы еще здесь поработаем, если будем стараться. Я провожу тебя до остановки. Да, спасибо. Уже уходите? Спасибо за гостеприимство. А где Ния? Наверное, снова бродит по округе. Собираю все эти хламы в поте лица, как и всегда. Знаешь, похоже, Ния будет собирать свои тарелки до самой смерти. Еще чего не хватало. Пожалуйста, войдите в мое положение. Я разгребаю горы рукниги, которые она притаскивает мою комнату. Это правда. К тому же у тебя скоро экзамены. Ну ладно, ладно. Не надо так переживать. Если не посыпешь в этот раз, всегда можно попробовать на следующий год. Что? Звучит не очень бодряюще. Чигасаки. Гензо. Это. Ну, я подумал, у тебя скоро экзамены, так что тебе нужно повыше питаться. Итум. Это сказал мой отец. Так что я сделаю. Спасибо. Я постараюсь. Ну, не то чтобы это было важно. Но если ты провалишь экзамены, то мне кажется всем будет жалко. И меньше, что я могу сделать, это принести тебе рис. ГОЛОС, УДАЧИ ТЕБЕ! Что? Вы только посмотрите. Здесь! Секретная разработка моей тарелки наконец закончена. Не! Ты же не думаешь, что можешь летать на этой груди хламом из торцаря? Да что ты говоришь? Ну я уже летаю. Ого, новая модель, как очаровательная. Немного попахивает Кэрри, но это потому, что я думаю, что ее собрала Ну что, покупатель, как насчет пробного полета? Да, да, хочу Чиаки Вознесение Не может быть Ну что, давайте прогуляемся по небесам Хорошо Что? Что? Похоже, у нас проблемы с источником энергии Источником энергии? Это источник энергии? Что? Что это? Что-то у меня нехорошее предчувствие Опять Эй! Ты че выключил? Заваляйсь!